Спасибо. Мы с ней прописали, она была сначала, она мне такая говорит, я говорю, ну скажи мне по результатам нашей сессии, какое у тебя ощущение? Она говорит, ты знаешь? Говорит, сначала я думала, ну я же это все знаю. А вышла она из сессии с четким пониманием вообще, что она продает, кому она продает, как она продает. Поэтому это моя, на сегодняшний день, моя задача. Так, у меня кто-то вышел, кто-то появился. Хорошо. Я вам хочу, помимо того, что… Так, еще раз Ирина обходит. Да, у нас же больше участников, я просто хочу, чтобы все вошли, чтобы мы начали уже со всеми. И Лариса вышла. Хорошо. У меня есть еще одна, ну для меня хорошая новость, может быть, вы скажете, а мне чего от этого? Ну я с вами поделюсь. Привет, Ирина. Я с вами поделюсь. Вчера мне позвонили, ну написали скорее из, как это называется, по-русски ООН. Организация Объединенных Наций. Меня хотят взять в команду коучей при ООН. Чего тебе? Да. Поэтому поздравляю. Поздравляю, Наташа. Это очень круто. Посмотрим. Еще у меня не было ни собеседования, у нас на следующей неделе. Я вчера, я вчера прям пожалела, привет, Олечка. Я вчера прям пожалела, что продала столько контрактов, потому что мне некуда ее было вставить. Она говорит, когда мне можно с тобой связаться? Я говорю, дайте мне пять минут, я посмотрю. И я такая, господи, куда же ее вставить? Это было очень интересно. Ну вот, просто я вам хочу сказать, ко мне приходят предложения журналов, да, для того, чтобы там про меня написать. То есть вы все меня знаете, вы все меня знаете, вы многие со мной, вот по Рафаэлю, вообще со мной с самого начала мы начинали, прям мы познакомились еще, когда еще ничего не было вообще. Вот, поэтому, как бы, я вижу, что это работает. Я вам хочу, я реально, ну, сделала такую цену доступную, ну, просто потому что друзьям хочу показать, как это все работает, для того, чтобы вы начали продавать и для того, чтобы у вас тоже пошла ваша карьера вверх. Хорошо? Сейчас я с вами поделюсь экраном. Майкните мне, если у вас, если вам видно, видно все. Да, мы с вами будем создавать коучинговое предложение, от которого невозможно отказаться. В случае с Надеждой, это для тебя точно так же, я буду говорить коучинг, но для тебя все будет точно так же. Да, это предложение, от которого невозможно отказаться. Это вообще консалтинговое предложение. Поэтому, когда мы, для того, чтобы мы начали с вами понимать вообще ценность того, что мы даем, это очень важно. Для меня стало самым важным, наверное, когда я… Так, еще у нас кто-то заходит. Ага, Нариса. Для меня стало очень важным понять ценность того, что такое коучинг и то, что такое наша работа. Почему? Потому что, смотрите, во-первых, люди, они сейчас, есть такая штука, как социальное одиночество. То есть, у всех есть социальные сети, у всех есть там… Все стараются выставить свою жизнь на показ. Мы видим фотографии там даже из спальни, да, из туалета, откуда угодно. То есть, где человек себя увидел красавцем, да, он сфотографировался там на фоне белой стены под туалетом. И мы даже не подозреваем, что он в это время как бы, да, делает другие вещи. Он вышел красивое лицо, потому что там свет хороший был или еще что-то. Но при этом, при этом нету близкого вот этого контакта, когда человек находит помощь, реальную помощь, да, для того, чтобы достигать чего-то, для того, чтобы преодолевать свои какие-то проблемы. И наша работа. Мы помогаем человеку пройти его путь. То есть, вот то, что должны были бы делать родители в идеале, да, спросить, когда там ребенок, он подрастает, спросить, а какие у тебя цели? А как ты будешь это достигать? А как ты будешь идти? То есть, вот этого люди не нашли. И они живут по жизни, им по 50, по 60 лет, а у них до сих пор нет никого, кто заинтересован в их успехе. Реально. И вот коучинг, коучинг, психология, у нас, у нас это задача человека провести с нами по, ну, как бы пройти вместе с ним по его пути. У меня в Калифорнии, когда я училась на курсе по продвижению коучинговых услуг, у нас был преподаватель. Он был такой дядечка, негр, да, чернокожий, негр не говорят, чернокожий. Он был пожилой, очень-очень успешный, очень спокойный такой, ну, пожилой человек, успешный. И он сказал, что он со своим коучингом работает 51 год. Вот она идея, да. Он для него, коуч, стал как ментор. И они 51 год вместе работают. Также нам рассказали, что, например, Тони Робинсу, ему платят некоторые клиенты миллион в год, чтобы он был их коучинг. Почему? То есть мы, когда мы говорим о коучинге, мы не продаем одну сессию, мы не продаем в какую-то одну консультацию. Мы продаем как бы менторинг, мы продаем путь, который клиент вместе с нами пройдет от точки А в точку Б. Это важно понимать. Если мы продаем одну сессию, если мы продаем коучинг, мы ничего не продадим. Люди не хотят коучинг. Реально, люди не хотят коучинг, они не хотят психотерапию. Они хотят, и они хотят решить свою проблему. И здесь ключ того, что я поняла. Это был мой инсайт. Люди не хотят коучинг. Для них коучинг – это особенно в России, особенно в странах бывшего СНГ. И даже здесь у нас в Испании коучинг – это совершенно новое слово, которое они не знают ни что это, ни как. И они коучинга не хотят. Поэтому, так, мы с вами идем к этому диапозитиву. Смотрите, чтобы вы поняли по количеству. Нам кажется, что нас много. Коучинг. Нам кажется, что нас так много уже, что мы, ну, уже рынка нет, клиентов нет. Смотрите, на земле восемь миллиардов людей. И на сегодняшний день коучи, профессиональных коучей, коучи, которые работают, сто тысяч. То есть на каждого, на каждого человека приходится, я не знаю, у психологов как, ну, тоже, наверное, ну, рынок, мне кажется, не покрыт очень. Но на каждого человека, на каждого коуча приходится восемьдесят тысяч человек. Чтобы вы поняли, что клиенты есть. Я когда поняла, что клиенты есть, для меня стало, ай, они есть. Просто их надо найти. То есть и надо как-то сделать, чтобы они ко мне пришли. Именно, чтобы они меня выбрали. Из этих ста тысяч коучей, чтобы они выбрали меня. Хорошо? Это официальная статистика, вот буквально нам дали ее на прошлой, на позапрошлой неделе. Поэтому это официальная статистика. Теперь, самые большие ошибки, которые допускают коучи, любые консультанты, да? Они не оценивают, не оценят свой коучинг. Мы предлагаем так, извините, не хотите ли чуть-чуть я вас покоучу? Вот это ошибка, да? Я написала, вы не хотите много бесплатного коучинга? Пожалуйста! Вот это ошибка, огромная ошибка. У нас должен быть подход победителя. Я вам сделаю подарок. Подарю мою дорогущую, ценнейшую сессию, чтобы вы поняли, насколько коучинг – это крутой инструмент, который может изменить вашу жизнь. Вот он, подход. То есть я вам дарю что-то, но в этом такая ценность. Оцените этот подарок. То есть у нас мы меняем, мы ставим, мы просто переставляем с головы на ноги все, потому что это ценно, потому что человеку ценно иметь кого-то, кто заинтересован в его успехе, точно так же или даже больше, чем он. Нету никого рядом. Мы можем… Многие люди, многие коучи думают, что, ну, как я буду продавать коучинг? Это же поговорить. Это же просто взять и поговорить. Да, но вот возьмёт друг поговорить с этим человеком, и что, он выйдет из проблемы? Нет. Друг пожалуется на свои проблемки, этот пожалуется на свои проблемки, поговорили. А решения нет. Поэтому коуч, он помогает пройти с точки А в точку Б. У него есть техники, у него есть способы помочь человеку это сделать. И это огромная ценность. Теперь ещё огромная ошибка коучей. Они вмещают все свои знания в одну сессию. Мы думаем, что клиенты, они такие же умные, как мы. Я вам хочу сказать, дорогие коучи, что мы постоянно учимся. Вот если я вас спрошу, кто сейчас где-то что-то учится, обязательно. Я в ассоциации коучей, я знаю, мне постоянно говорят, а я у того учусь, а я там, а я это. И мы думаем, что все такие. Это наша проблема. Мы думаем, что люди, они готовы принять 10 каких-то техник, 20 инсайтов. Нет. Поэтому, когда мы коучим, когда мы делаем нашу даже пробную сессию или любую сессию, это важно, для чего я это говорю, потому что это важно для того, чтобы вы потом прописали шаги, которые вы будете делать с клиентами. Поэтому одна сессия, один инсайт. Не больше. Одна сессия, один инсайт. То есть, если вот Рафаэль, это коуч родителей и подростков, одна сессия, один инсайт и один шаг, который человек может сделать. Что тогда будет? Тогда человек купит с вами контракт, потому что он понимает, что шагов-то 10 или 20, а он за одну сессию может сделать только один. Так, еще у нас будет человек. Сейчас я... Хорошо. Теперь, смотрите, правильный вариант, контракт на 10 недель, например, 20, может быть, недель или 5 недель с результатом на каждой сессии как часть общего результата. Это важно. То есть, мы предлагаем план, программу. Никогда, никогда не предлагаем один короткий результат. Я вам помогу научиться разговаривать. Вот мы с клиенткой работали, она говорит, ну, моя задача помочь, тоже коуч родителей, она говорит, моя задача помочь родителям научиться разговаривать со своими детьми. Я говорю, неправильно, неправильно, неправильно. Почему? Потому что им не просто надо помочь научиться разговаривать со своими детьми. За этим стоят какие-то чувства. Если мой ребенок со мной не разговаривает, я чувствую себя обиженной, Я чувствую себя неловко, может быть, перед подругами, если мой ребенок там подросток где-то шляется, да, и приходит домой пьяный. То есть за этим есть гораздо больше. И научить общаться с подростком – это не одна сессия. Это может быть целый контракт с ясным, понятным результатом. И еще вот такой принцип нам дали на курсе, и кажется, ну проще ничего не бывает, но вы знаете, что все гениальное просто, и все простое гениально. Убирайте то, что не работает, и повторяйте то, что работает. У всех у вас есть вещи, которые сработали. Какое-то видео, которое набрало больше просмотров, какая-то ваша, я не знаю, сессия, в которой клиент вышел и сказал «Вау!». Вот это надо просто отмечать. Где был этот момент «Вау!», где был этот момент, когда клиент говорит «Здорово! Я понял!». Вот это повторять. Не изобретайте каждый раз велосипед. Из-за того, что у нас такая сложная голова, у нас столько курсов, мы каждый раз пытаемся как-то улучшить. Не надо. Я сейчас учусь у одной женщины, она психиатр, и она постоянно говорит об одном и том. Вот реально! Я говорю, господи, кому же это интересно? Она же все время одно и то же повторяет. Ну кто это будет слушать? Она это вра... Ну у нее это работает. У нее сессия стоит 5000 евро. И у нее очередь стоит. Но она постоянно об одном и том же, потому что она поняла, где у нее работает, что люди хотят, и все. То есть она продает то, что продается. А мы пытаемся создать что-то, что не продается, и продать. И страдаем, если у нас не получается это продать. Поэтому это важный принцип. Убирайте то, что не работает, и повторяйте то, что у вас сработало. Так, поехали дальше. Кто ваш идеальный клиент? Кому нужно то, что у меня есть? Что нужно тем, кого я знаю? Это важно, важно, важно. Кому из ваших друзей нужен тот опыт, те знания, тот профессионализм, который у вас есть? Может быть, не из ваших друзей. Может быть, из каких-то общих групп. Мы потом поговорим, как находить клиентов. Я их нахожу. Вот у меня сейчас, у меня сейчас в контракте две испанки, две украинки, у меня один американец в контракте, у меня есть из Казахстана, у меня есть сейчас, откуда еще, из России. То есть, вот смотрите, они везде есть, эти люди. И вот буквально, когда я вчера, вчера вечером, вчера утром, по-моему, я получила еще сообщение от женщины из Москвы. Кто-то меня порекомендовал, и она мне сама написала, хочу коуча. Пожалуйста, можно с вами? Я коуча хочу. Я говорю, ну надо же, вот кто-то хочет коуча, именно не какой-то вопрос решить, а коуча хочет. Поэтому я с ней договорилась, и тоже у меня с ней вот будет скоро сессия, и мы посмотрим, да, что мы с ней можем сделать. Поэтому кому нужно то, что у меня есть? Кому? Кто? Вот, Рафаэль, давай с тобой, потому что ты у меня прям, прям самый большой ты у меня сейчас на экране. Ну, не самый большой, но самый перед глазами, подо мной. Вот, смотри, вот кому нужно то, что у тебя есть? У тебя родители подростков, например, родители детей. То есть, где они? Что им конкретно нужно, да? И что нужно тем людям, кого я знаю? Мы с двух сторон смотрим на тот же самый вопрос. Вот у твоих друзей есть подростки, что им конкретно нужно? Да, научиться там общаться, вот так моя клиентка сказала. Или чтобы подросток вышел из своей комнаты, потому что он закрылся и там сидит. И с телефоном. Или чтобы телефон он выбросил и стал уроками заниматься. То есть, что это конкретика, да? То есть, нам нужно понять, что клиентам не нужен коучинг, им нужен результат, им нужна конкретика. Это самое главное. Когда мы с вами будем сейчас писать ваш коучинговый проект, продукт, которого невозможно отказаться, мы должны сфокусироваться на результате. Что нужно людям и как я это могу предложить. Хорошо? А теперь ваш идеальный клиент. Обязательно опишите его, да? Но мы на ассоциации делали, я думаю, что многие из вас это вы уже делали. Кто ваш идеальный клиент? Это мужчина, женщина, подросток, ребенок, возраст может быть, социальное положение, да? Что именно его волнует? Волнует настолько, что он ищет помощи в этом. То есть, если его волнует, например, прыщи на носу, но он не ищет помощи, то это не наш клиент. Но если его волнует то, что он не высыпается, он не может заснуть, то это наш клиент, да? То есть, вот надежда. У тебя человек, может быть, у него бессонница годами, да? Вот это его волнует. И он наверняка ищет помощи. Поэтому ты в этом можешь ему помочь. И ты, когда будешь давать свой продукт, ты просто будешь проверять на людях. Ты будешь, например, в своих социальных сетях писать про бессонницу. Раз пошли комментарии. Ой, у меня, у меня, у меня, у меня. Это твои будущие клиенты. Ты им потом отправляешь свое предложение, от которого невозможно будет отказаться. То есть, это твои будущие клиенты или настоящие клиенты, но у которых ты еще сможешь эту сферу жизни проработать. То есть, мы будем реагировать уже на то, что говорят, то, что комментируют люди. Кому я отправила свое? Я вам покажу. Я сейчас будем, когда составляют предложение, я вам покажу свое письмо, которое я отправила клиентам. И я отправила вот людям, которые со мной уже общаются. Людям, которые у меня уже в социальных сетях, они активны, как-то они себя проявляют. И у меня из десяти, я всего десять отправила, из десяти пять у меня купила. То есть, из десяти пять, это огромный процент. Это огромный процент. Это половина из тех, которые, они купили у меня контракт на шесть месяцев. Почему? Потому что я попала в точку, я попала в боль, я им об этом рассказала. Поэтому я вам покажу немножко позже, как я написала и какое послание я им отправила. Хорошо. Смотрите, мы смотрим, какие у клиента проблемы, боли, страхи, его мечты и желания. То есть, у нас есть две вещи. Вы знаете все, что мозг, он стремится избавиться от боли, и он стремится к удовольствию, он получить что-то хочет. Поэтому ваш продукт, когда вы будете его описывать, он обязательно должен указать на две эти составляющие. То есть, вы уйдете от того, что ваш подросток, например, он закрывается в комнате, и у вас появятся хорошие отношения до старости. То есть, это должно быть прописано в нашем контракте. Дальше. Поехали дальше. Я иду в ритме, чтобы в темпе, чтобы мы все успели. Хорошо. Еще важно. Успешно разработанная программа приводит к изменению стиля жизни, а не только к действиям. То есть, в качестве результата должно быть проговорено изменение, которое произойдет в жизни клиента. Вы начнете спать, ваш подросток начнет вас обнимать, целовать, и вы будете вообще-то, не знаю, лучшими друзьями. То есть, изменение, которое будет в конце, точку B, мы должны обязательно проговорить, что клиент получит, когда пройдет с вами вашу программу, с чем он выйдет. То есть, вы как коуч, я знаю, что если вы профессиональный коуч, вы говорите, ну я же не могу гарантировать результат. Ну мы, я вам объясню, как составить так программу, чтобы результат был. Может быть, он, конечно, результат зависит от клиента, но он будет, потому что если вы составите программу таким образом, он будет обязательным. Смотрите, например, клиент хочет, результат, похудеть на 15 килограмм. Действие – следить за количеством съедаемой пищи. То есть, он выходит из вашей сессии, он говорит, все, с сегодняшнего дня кушаю меньше, беру маленькую тарелочку вместо большой. Это действие. Изменение – клиент становится, например, вегетарианцем. То есть, изменение – это что-то дальше, это что-то больше, чем простое действие. Точно так же, это хороший пример, гусеница, действие перемещается на другой листик, да, она на одном кушала, она на другую позицию перемещается. Изменение – гусеница становится бабочкой. То есть, результат коучинга, результат нашего консалтинга – это трансформация, это не просто какое-то маленькое действие, которое клиент сделает. И наш конечный продукт, наша конечная точка B, она именно описывает эту трансформацию. И еще очень важно, вот если вы сейчас поймете это, это очень важно, когда вы, когда вы описываете конечный результат, обязательно затроньте чувство человека. То есть, если человек хочет спать, то для чего? Я хочу чувствовать себя хорошо на следующий день. Если человек хочет избавиться от морщин, Ирина Вороткина, то для чего? Я хочу, чтобы, я хочу выглядеть прекрасно, я хочу чувствовать себя молодой. То есть, мы должны в конечном результате прописать еще чувство, которое будет. Потому что всегда действие – это действие, но что-то есть глубже. Я хочу что-то, я хочу новые сапоги. Почему? Вот представьте себе женщина, классическая, русская женщина. Она тратит всю свою зарплату на новые сапоги, какие-то на шпильках, по которых она будет, как курица на льду, потом ходить. Для чего она их покупает? Для того, чтобы подружки посмотрели и сказали, какие у тебя сапоги. Или для того, чтобы ее мужчина, он ей сказал, какая у тебя фигура. То есть, есть что-то большее. Она хочет себя чувствовать, она хочет себя чувствовать принятой, любимой или признанной. Вы помните, что мы говорили на ассоциации, мы говорили, что есть три корневые такие эмоции, которые люди ищут. Принятие, признание и любовь. Поэтому что-то, что там стоит, например, если это мамочка, которая со своим ребенком, ребенок ее не слушается, она хочет, чтобы он признал ее авторитет, например. Поэтому, когда вы прописываете результат вашего контракта, вы прописываете именно это чувство, которое будет у человека, которое он получит в результате контракта. Хорошо, смотрите, ваша программа «Люди нуждаются в поддержке, в вере, в их способности и любви». Очень многие люди, у них этого нет, у них нет рядом человека, который бы их поддерживал. Вот девочки из ассоциации, вы знаете, что поддержка, она крутая вещь, потому что поддержка нам помогает двигаться вперед. А у многих людей этого нет, их никто не поддерживает. Поэтому коуч, который даст поддержку человеку, человек с вами останется, с вами клиент останется на долгие годы. Реально, у меня есть клиентка, с которой мы начали лет пять назад, она со мной защитила докторскую диссертацию, и она со мной сейчас продолжает в контракте работать. Почему? Потому что я ей помогла, я ее поддержала, и теперь, когда у нее есть какая-то, вот буквально позавчера, она мне вечером звонит, пожалуйста, подготовь меня к собранию, важному собранию, я хочу попросить новую должность. И она мне звонит, и мы с ней продолжаем работать. То есть она во мне нашла эту поддержку. Поэтому, если вы будете человеку показывать, что я в тебя верю, я с тобой рядом, я с тобой пройду через этот путь, через эти все трудности, и мы найдем с тобой выход, человек с вами останется. Вот я уже сама проверила. Дальше. Так, не знаю, что это у меня это. Ладно. Давайте так. Коуч помогает понять, как сделать, помогает пройти из настоящего в будущего, из точки А в точку Б. Коуч спрашивает, куда ты идешь, где ты находишься. Никто не спрашивает, никому нет дела, все хотят поделиться своими проблемами. Коуч, психолог – это те, которые действительно могут задать эти вопросы, и человек располагается, потому что кому-то интересно, кому-то моя жизнь интересна, кому-то мое родительство интересно. Кто-то хочет, чтобы я помог ему. Поэтому это действительно, чтобы мне, ну, да, кто-то хочет мне помочь. Хорошо. Смотри. И смотрите, и когда мы создаем наш контракт, мы говорим, я помогу, или продающую сессию делаем, мы говорим, я помогу тебе создать план шагов, который поможет тебе попасть туда, куда ты хочешь прийти. То есть вместе со мной, да, мы с тобой разработаем план шагов, который ты сделаешь, и мы с тобой пройдем этот путь, и мы пройдем его вместе. Я тебе помогу. И у многих людей, как я сказала, такого человека нет. Нет, нет. Люди прямо вот они цепляются за коуча, когда коуч становится таким человеком, который им помогает, и который просто в них верит и говорит, у тебя получится, обязательно получится. Хорошо. Важно, перед тем, как мы будем составлять наш договор, важно. Если процесс будет сложным, не врите, объясняйте, что это процесс сложный. Если, например, к вам приходит, у меня была клиентка, она, у нее с ребенком были, ну, ребенок на нее кидался с топором, реально. Вот, Рафаэль, надо было к тебе ее отправить. Ну, как бы, честно, ребенок кидался на маму с топором. Ребенок, когда маму не мог порубить топором, порубил холодильник. Вот такие отношения. Но почему? Потому что мама очень тревожная, потому что мама очень… Мы работали с мамой, потому что мама была, ну, мама была контролером. Она просто своего ребенка изводила. Вот. Ну, смотрите, процесс, когда мы с ней работаем, я ей сказала, тебе не будет легко. Это сложно. И я сказала, я, возможно, тебя отправлю к другому специалисту, потому что я не знаю, справлюсь ли я с тобой. Но мы с ней пошли вместе, и мы прошли этот путь, и отношения улучшились. Поэтому обязательно объясните человеку, какая цена того, что он хочет получить. Хорошо? Это важно. И обязательно, как я вам сказала, мозг ищет, как убежать от боли и как прибежать к удовольствию. Поэтому свяжите удовольствие с результатом. Когда вы будете описывать ваш контракт или когда вы будете проводить продающую сессию, просто объясните. Вот просто усугубите пальцем в глаз, как я говорю. Вот прямо, вот прямо, вот если ты не изменишь свои отношения с ребенком, то может произойти такое-то, такое-то, такое-то. Если ты изменишь, то вы будете до старости лучшими друзьями, он тебя будет поддерживать. То есть вам очень важно усугубить вот это состояние, что результат принесет удовольствие, результат принесет радость, результат принесет как бы, ну, результат принесет результат. Не знаю, как сказать. Поэтому человек, он вложит деньги, когда вы ему пообещаете результат. Еще раз, человек не хочет консультацию психолога, он не хочет консультацию коуча, он хочет результат. Результат. Поэтому сейчас, пожалуйста, подумайте. Вы вчера, девочки, вот кто прописывал, сейчас я быстро скажу, кого не было, есть такие четыре сферы коучинга и консалтинга вообще, да? Все мы рождаемся с четырьмя типами даров. Это физические дары, например, люди, которые могут легко кого-то похудеть, да? Они скажут, смотри, делай раз, делай два, делай три, и ты похудеешь. То есть они знают, как это делать. Или люди, которые на шпагат садятся до 80 лет, да? К тому же ты в 20 лет уже, а он прям раз и до 80 лет. То есть каждый человек рождается с каким-то даром, с каким-то талантом. И у нас на курсе это назывались физические гении. Потом есть гении в общении. Есть гении в общении. Это люди, у которых очень сильно развиты зеркальные нейроны, да? Вот Рафаэль улыбается, это он, он прям себя уже... Правда, Рафаэль, ты гений в общении? Ты чувствуешь людей, ты видишь, как меняется настроение. Вот гении общения – это такие люди. Они могут, они могут работать как бы вот с парами, с супругами, с детьми, с друзьями, в коллективах бизнес-коучинг. Кстати, бизнес-коучинг гораздо дороже. И я думаю, что в психологии тоже. Поэтому если вы сможете найти себя в нише какой-то в бизнесе, это еще лучше. Потому что нам давали цены, и разница практически в два с половиной раза между ценой обычного коуча, лайф-коуча и бизнес-коуча. То есть если в Соединенных Штатах одна сессия стоит 200 долларов, да, лайф-коуча, то сессия бизнес-коуча стоит 500 долларов. Разница колоссальная. Поэтому ничего страшного. Если вы себя еще не видите никак в бизнесе, вы увидите себя в бизнесе. Ира, Ира Бородкина, как ты в бизнесе можешь себя проявить? А ну-ка, подумай. Как бизнес-коуч? Я могу научить людей, как правильно вести беседу так, чтобы быть приятным, и чтобы другие люди хотели просто тупо иметь с тобой дело. Вот, классно. Хорошо. Когда они выслушат уже все твои предложения. Хорошо. То есть, смотрите, мы берем свой дар, да, мы берем свой дар, и мы его используем. А там, где он нужен, опять же, кому нужно то, что у меня есть, и что нужно тем, кто вокруг меня. Еще у нас есть спиритуальные гении. Спиритуальные гении – это которые чувствуют там какие-то, да. То есть, они вот… Надежда улыбается. Спиритуальные гении. Но это вот все вот люди, которые тебе могут сказать, вот, я чувствую твое состояние какое-то, может быть, вот состояние там, что у тебя какая-то аура там или еще что-то. Мы есть такие. Вот есть спиритуальные очень люди, они очень спиритуальные. И еще какие, девочки, какие у нас были еще? У нас были спиритуальные, у нас были общения, у нас были физические и бизнес-гении. Бизнес-гений. Двенадцать лет, пошел, купил, продал, носки какие-то купил у цыган за рубль, продал за сто рублей. Вот они, вот они родились с этим, у них это в голове. То есть, хорошо, для чего я это говорю? Ваша ниша, она связана с вашим даром. Ваша ниша, она связана с той сферой, в которой вы, как специалист и как человек, сами развиваетесь и преуспели. То есть, если у меня, смотрите, моя история, да, у меня из золушки в королеву история реальная, потому что я жила в проголодь, да, я вышла замуж в 16 лет, убежала из дома, жила в проголодь. Меня били и насиловали, мы убежали в другую страну, я добилась каких-то результатов. Моя история. Что сегодня мой коучинг делает? Я помогаю людям из точки А, из попы, точка А – это полная попа, в точку Б попасть в успех. Это моя, это мой продукт, поэтому ваш продукт. Рафаэль, у него, сколько у Рафаэля, пятеро детей? Пятеро? Пятеро детей, я все, все, то семеро, то пятеро. У Рафаэля пятеро детей, его продукт… Пять? Ты включил мой грамм? Пять, да. У него продукт с детьми, то есть он помогает родителям. Отлично. То есть наша ниша, она обязательно связана с тем, где у нас есть наши таланты. Это важно. Важно, почему? Потому что там вы будете преуспевать, вы будете делать это с удовольствием. Если вы возьмете не свою нишу, вы будете, вам будет тяжело. Если вы будете в своей нише, вам будет здорово. Теперь, что мы с вами будем делать? Мы с вами будем отвечать на вопросы. Смотрите, я вам покажу. Сейчас. Вот смотри… Сейчас, секундочку. Хорошо. Смотрите, вот такую штуку я написала после того, как я поучаствовала в курсе. И вот это простое письмо у меня продало огромное количество контрактов и продолжает продавать. Здесь вот вы просто напишите от себя. Я сделала так, я не знаю, почему. Я вот просто почувствовала, что мне надо сделать так. Я написала, как будто я хочу, чтобы моей услугой поделились. Я написала друзьям. И я попросила, вы бы не могли… Привет, отправляю тебе информацию о моем новом проекте. Может, ты знаешь кого-то, кто захочет поучаствовать. Отличного дня. Ненапрягательно, правда? Вот, то есть, своим клиентам. Я не клиентам, а подписчикам подправляла. Совершенно не… Теперь, смотрите. Я запустила новый коучинговый проект «Достигни своей цели с наставником» и набираю международную группу участников. Круто. Круто, почему? Потому что, если… Смотрите, международная группа участников уже значит, есть группа участников. Это не значит, что я их потом всех свожу, и они вместе работают. Нет. Я потом объясняю каждому отдельно, как это работает. Хорошо? Я составила список из десяти шагов, которые мы будем с ними проходить во время нашего контракта. Поэтому я набираю международную группу участников. Когда я могу написать? Если я… Это международная группа участников. У меня, кстати, смотрите, здесь то же самое письмо на испанском языке. Рафаэль. Вот. Те, кто живет и кто на другом языке общаетесь, пишите. Если вы можете на другом языке коучить, почему нет? Я написала, я отправила. Двум испанкам, которые я отправила, они у меня его купили. Вот просто взяли и купили. Я так… Это они первые у меня купили, причем две одновременные. Я так… Ой, работает. А попробую-ка я это по-русски сделать. Я перевела на русский язык, и я отправила своим подписчикам. И у меня купили. А потом я еще в Фейсбуке отправила. И у меня еще купили. И я говорю, боже мой, что-то происходит-то, почему вы купили? Хорошо. Смотрите, этот проект состоит в шестимесячном наставничестве, в результате которого его участник пройдет из пункта А, пункт Б. То есть от постановки цели к ее достижению. Понятно, да? У человека есть какая-то цель похудеть на 20 килограмм. Я ему говорю, ты со мной за 6 месяцев пройдешь этот путь. Мы поставим с тобой цель, и мы ее достигнем. Класс. Каташа, а ты показываешь сейчас на экране что-то? Потому что это письмо не показывается. Не показывается. Извините, пожалуйста. Хорошо, что ты мне сказала, потому что я-то его вижу. И я такая умная. Я вам так... А то я сижу уже, ровусь, думаю, где письмо-то, где? Ну а что молчите? Вы же все свои. Пока доходит. Подождите, сейчас я... Сейчас я зайду в... Да? А у вас что висит? Этот еще пока висит, да? Презентация. Сейчас, секундочку. Секундочку. Да. Извините, пожалуйста. Я-то думаю, что она... Я думала, что если я скачу с файла на файл, то он показывает. А у меня, как называется, его надо отдельно... То есть... Хорошо. Смотрите еще раз. Вот, смотрите. Я написала по-украински, говорю, по-испански. Отправила. А потом я такая раз... Смотрите, оно даже... Оно даже у меня переведено гуглом. Я его потом отредактировала. Но еще выделение вот это... Это гугл-переводчик, потому что я его с испанского на русский переводила гуглом. Мне была лень. Ну, как бы не лень, а я настолько была в восторге, что у меня купили. Я говорю, я быстро, я прямо сейчас еще отправлю. Ух ты. Ух ты. А вдруг у меня купят и русский. И я отправила, мне купили. И я такая... А как можно тебе заплатить? А мне один говорит, а как тебе можно заплатить? Я говорю, по Пайпалу. А я не умею. Я говорю, а ты попробуй сейчас зайди, установи. И мне напишешь, я тебе скажу шаги. Он мне написал, говорит, уже я тебе деньги отправила. У меня все получил. Я говорю, господи, давай. А другая мне говорит, слушай, слушай, а можно моя подруга тоже? Я говорю, ну... А я сижу с девочками на прошлой неделе на клубе, на ассоциации. И мне приходится сообщить, а можно моя подружка тоже с тобой поработает? Я такая, а что нельзя? Можно. Ну, давай подружку тоже возьмем, тоже поработает. То есть вот так вот. Это так легко получилось. Поэтому продолжаем. Хорошо, смотрите, как я написала. Привет, отправляю тебе информацию о моем новом проекте. Может, ты знаешь кого-то, кто захочет поучаствовать. Не навязчиво, не тебе продаю. У меня купили те, кому я отправила письмо, ладно? А я им как бы попросила, чтобы они с кем-то поделились. Может, кто-то у них есть. Ну, вот подружку привела. Да, купила сама и подружку привела. Поэтому вот тут. Хорошо. Я запустила новый коучинговый проект. Достигни своей цели с наставником и набираю международную группу участников. Вы можете написать. Я запустил, Рафаэль, я запустил свой коучинговый проект. Вот скажи мне, пожалуйста, какое есть, какой результат хочет твой клиент? Вот типичная мама, у которой там двое-трое деток, какой она результат хочет? Какой результат хочет типичная мама? Открытое общение с подростком плюс мотивация. Вот ничего не поняла, Рафаэль. Вот честно, еще. Вот что такое? Что? Я не хочу открытого общения с подростком плюс… У меня ребенку 10 лет. В Испании это подросток почти. Уже прыщи появляются. Ничего не поняла. Вот я ничего из того, что ты мне проговорил, я не хочу. Что хочет конкретно мама, у которой есть ребенок? Что она конкретно хочет? Конкретно что она хочет? Хочет, что… Ну смотри, 10, может быть, у тебя еще нету этих сложностей, да? Ну, я надеюсь, у тебя не будет. Мама подростка, как правило, да, то есть проблемы, с которыми ко мне обращаются, это мама подростка находится в ситуации, когда подросток с ней не взаимодействует, не рассказывает, она не в курсе его жизни. Вот, вот, подожди. Сейчас, я прямо от тебя на этом и пойму. Она хочет быть в курсе его жизни. Она хочет, чтобы ребенок с ней разговаривал, чтобы он ей рассказывал. Она не хочет открытого общения. Согласен. То есть, вот оно, я хочу, чтобы вы поймали, да, вот то, что ты проговорил, что хочет мой клиент. Он хочет спать, он хочет, чтобы ребенок ему рассказывал о том, как прошли дела в школе, да, то есть, вот, вот оно. То есть, наш коучинговый контракт, он должен, у него должен быть конкретный результат с проговоренной на языке вашего идеального клиента. То есть, отвечаем. Мой клиент, что он хочет? Пропишите прямо сейчас, возьмите, пропишите список, вот, вот, просто простыми словами. Вот, дядя Петя из деревни. Вот, как бы, вот, что он хочет? Пропишите не коучинговыми словами. У нас проблема у коучинга. Мы слишком умные. Мы думаем, что люди умные, а люди простые. Она живет со своим ребенком в четырех стенах, и она хочет, чтобы он с ней общался. Она хочет, чтобы он не закрывался. То есть, чего она хочет? Пропишите 10 пунктов, чего хочет ваш ребенок. Если я вредная, простите, но я думаю, что вам это поможет. Знаете, иногда у меня просто, я очень с девочками на ассоциации общаюсь, и я вижу вот эти вот наши коучинговые такие облака, да, и мы думаем, что люди так же думают. Они так не думают. Это важно, то есть важно, важно, ближе, заземляйте, заземляйте, заземляйте. Вот прям заземляйте. Когда будет готово, помашите. Вот прям заземляйте. Вот прям заземляйте. Надеюсь, что уже ждем остальных. У нас с вами такая групповая коуч-сессия, поэтому время на подумать есть. Не переживайте, у нас еще достаточно времени. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Госпinar Кип�. ミクомマ. Сначала ко мне пришла бесплатно. Не бесплатно, а за услуга за услугу. И сейчас она у меня покупает коучинг. Потому что она поняла, насколько у нее жизнь изменилась за коучингING. Она говорит, я просто с удовольствием. Я с удовольствием плачу, потому что жизнь у меня изменилась. Поэтому уберите вот это «у них нет денег», уберите из головы. Вот реально zweite эмоции. Да, у них нет денег. У людей есть деньги, они покупают хлеб. Они покупают, если они поймут ценность, и если вы попадете пальцем в глаз, они купят. Вот попадете в боль, все, купят. Реально, у меня покупают. Хорошо, теперь дальше. Вы сюда, я запустила, запустила там коучинговый проект, и пишите название, что-то из того, что вы написали, какое-то то, что нужно вашим клиентам. Подружись со своим подростком, вытащи подростка из комнаты за ухо, с любовью. То есть напиши какое-то название, реальный результат, который человек получит через 5 сессий. Вот пусть это не будет на 10 сессий, пусть это будет на 5 сессий. Реальный результат. Поможешь ему вытащить? Вот, Рафаэль, ты смог бы помочь маме вытащить своего подростка, который закрылся в комнате и за компьютером там или только за телефоном сидит? Запросто. Запросто. Вот он тут, а у людей это болит. У меня все вот, я со всеми, с кем не общаюсь, вот тут в Испании, я думаю, что это не только Испания, это проблема. Дети подсели на телефоны, да, и они, и родители не могут ничего с этим сделать. Они плачут, потому что они сами их подсадили на самом деле, потому что телефончик, чуть-чуть ребенок мешает, телефончик в руки, да. И сейчас дети, а телефонная зависимость, это как героин для детей, особенно для детского мозга, это выделяет гормоны удовольствия, всякие там, да, гормоны удовольствия, поэтому это подсаживает очень сильно. Хорошо, теперь, теперь мы прописали наше название, да, и набираю международную группу участников. Это работает. Международная группа участников, я не знаю, но у меня сработало очень. Почему? Потому что вроде как, если много этих участников, они международные, то это, наверное, крутой какой-то исследовательский проект. Кстати, потом я объясняю, почему я это делаю. Я объясняю, что это как исследование. Этот проект состоит в моем случае в шестимесячном наставничестве. Я продавала шестимесячный коучинг. Это дороже, это дольше, но также ты можешь гарантировать лучший результат, например, да. То есть, если это пятидневный, пять сессий, то результат один, да, результат промежуточный. Если, например, вот Рафаэль, твоя, твоя опять сфера, на тебя буду сегодня немножко так рассчитывать. А в твоей сфере, например, ты можешь сказать, за пять недель мы достигнем такого результата. А за полгода каких результатов вы можете достигнуть? Вау, да, какие результаты, если человек с тобой за полгода. Вот тебе надо прописать, какой результат сейчас. Пропишите. Вот за пять сессий, например, ребенок выйдет из комнаты и начнет по-человечески общаться с мамой. А за шесть месяцев что произойдет? Что вы можете с клиентом достичь? Какого результата? Пропишите конкретику. Пусть будет настолько конкретно, что вы… Вот я вас ночью разбужу и спрошу, что будет в результате вашего шестимесячного контракта? Вы мне расскажете. Вы должны в это верить сами. Если я настолько верю, вот я просто из-за того, что я сделала свою нишу той, в которой я достигла успеха, из-за того, что я прописала конкретные результаты для людей, которые они достигнут, я настолько в это верю, я знаю, я-то прошла этот путь. Я знаю, что если человек со мной пройдет десять шагов, о которых я немножко позже расскажу, то я знаю, что он достигнет своей цели. И я это транслирую. То есть когда клиент со мной общается, я ему настолько это ясно и четко объясняю, что у клиента нет сомнения. И он говорит, я хочу. У меня реально, он мне говорит, я хочу. Я хочу. О, интересно, я хочу. То есть вот у вас должно быть, после того, как вы объяснили, что вы дадите, да, в течение там шести месяцев, я должен сказать, я хочу, а как я, а вот у меня сейчас нет денег, хорошо, а можно я тебе… У меня попросила одна, а можно я тебе за тремя частями заплачу? От чего нельзя? Можно. Плати тремя частями. Пока платишь, хорошо, да, хоть тремя, хоть двадцатью частями, замечательно, плати. Поэтому вот у человека должен появиться вот этот «хочу», «хочу». То есть и он появляется, когда вы попали в боль и когда вы пообещали, что он выйдет из этой проблемы, когда вы пообещали, что у него будет результат. То есть вот что клиент покупает. Клиент не покупает коучинг. Повторяю еще раз, еще раз буду повторять, чтобы у вас просто отпечатали. Он покупает результат. Клиент не покупает консультации, он не покупает техники. Меня пригласили в Филадельфию на радио, и я слушала одну программу, радио про коучинг. Я слушала предыдущую программу, и женщина говорила, клиенты приходят за техниками, за какими-то рабочими инструментами. Вот. Вот плохой жест русский, у Испанцева ничего ему не значит, а русские понимаете это же. Клиент не приходит ни за техниками, ни за инструментами. Он приходит за результатом. Он сидит в проблеме, ему надо из проблемы выйти. Ваш шестимесячный, пятинедельный, какой угодно коучинг, он его выведет из этой проблемы. И вы с ним пройдете за руку из точки А в точку Б. Вы его доведете до результата. Если он с вами будет работать, он получит свой результат. И как сказал Рафаэль, запросто. Я запросто. Я это умею. Я его доведу, конечно. Вот. Понимаешь? И я тебе сейчас говорю, и ты мне посылаешь письмо и говоришь, у меня есть пятинедельный, например, пятинедельный коучинг, там, коучинг из пяти сессий. И ты получишь такой результат. И я говорю, слушай, вот классно, вот у меня эта проблема реальна. И мне за пять недель. И я, например, на первый раз пошлите какую-то цену, которая комфортная для вас. Не посылайте там, ну, за облачную, американские, там, 500 евро за сессию. Не посылайте, потому что вы сами будете некомфортно себя чувствовать. Пошлите цену комфортную, с которой вы уже работаете. И все, вы увидите. Пошлите скидку какую-то еще. Что вот если ты сразу оплатишь, это будет там пять процентов скидки, например. Если это за несколько раз, то там будет немножко больше. То есть тоже играйте с этим. Но обещайте результат. То есть вот это ваше предложение, оно должно обещать конкретно. Конкретику, конкретику, конкретику. И тем людям, которым это нужно. Не всем подряд, потому что я не отправила письмо всем подряд. Ко мне приходят и ваши инстаграмы. Я уверена, что приходит куча информации. И мне иногда, ну, такие вообще какие-то приходят. Здравствуйте. Мы проводим фотосессию для моделей. Там возраст участия 20-25 лет. Я говорю, ну, спасибо, конечно. Обрадовали. Но не по адресу, да. И мы очень часто, мы расстраиваемся от того, что мы продаем, мы продаем наши услуги тому, кому они не нужны реально. И обходим тех, кому они нужны, потому что мы почему-то думаем, что они у нас не купят. Они покупают. Я тоже думала, что они купили. Они купили. Хорошо. Этот проект состоит в шестимесячном наставничестве, в результате которого его участник перейдет из пункта А в пункт Д. Здесь вы прописываете, что такое пункт А. Ребенок кричит, рычит и брекается. Пункт Б. Ребенок обнимает, целует и слушается, и учится. То есть вот здесь мы прописываем, да. Что такое пункт А и что такое пункт Б. Откуда вы выведете и куда вы приведете. Это важно. Но есть нечто большее, чем реализация поставленной цели. Участник проекта пройдет через трансформацию своей реальности. Мысли, страхи. Это надежда тебе, вообще шикарная тема. Пройдет через трансформацию своей реальности. Мысли, страхи, самооценка, понимание своего призвания, постановка целей. Но это в моем случае. Разрушение ментальных блоков. Здесь вы прописываете. Я бы вам вообще посоветовала. Я здесь просто отправляла быстро и не прописала. Но вот я могу прямо сейчас показать. Я бы сделала так. Шаг 1. Мысли. Шаг 2. Пункт 2. Страхи. Пункт 3. И так далее. То есть, подождите, точка. Где у меня точка? По-русски не знаю. Пункт 3. Самооценка. Пункт 4. То есть у вас получается, пункт 3. У вас получается 10-ти шаговая там или сколько-то шаговая уже программа. Вы прописываете, что вы конкретно как специалист. Я, например, специалист по гипнозу. Я специалист по медитации. И я могу прописать свои возможные какие-то шаги, которые я с клиентом пройду для того, чтобы он пришел в точку B. И это и есть моя программа. Я ему отправляю, и я говорю, мы с тобой пройдем. Вы пройдете через, например, если вы родитель, вы подружитесь со своим внутренним ребенком, например, да, Рафаэль? Вы подружите, прежде всего, вы примете себя как родителя, да? То есть и ты прописываешь, вот она твоя программа, у тебя уже, смотрите, что мы сделали. Мы с вами определили нашего клиента идеального. Мы с вами определили конечный результат нашей программы. Мы ее назвали как-то. Мы определили, какой результат получит клиент. И сейчас мы с вами просто прописываем конкретные шаги, с которыми мы будем работать с нашим клиентом. То есть что мы с ним будем делать на наших сессиях. И мы пишем пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4. И все. И мы клиенту открываем. Здесь очень важная, кстати, очень важная вещь. И нам настаивали на этом курсе. Просто вообще нам каждый участник, он говорил. Ясность. Люди хотят ясность в вашем предложении. То есть ясность должна быть, ну вот, на пальцах объяснена. Ну вот для самого-самого, который, ну, знаете, вот убираем мотивацию, убираем открытое общение, убираем все это. Вот забываем, выкидываем. Ясные, простые слова, на котором говорят люди на улице. Обычные слова. Маты можно не вставлять. Но вот все прямо дотуда, почти дотуда, да? То есть... Без абстракции. Да. Если ты можешь написать, ребенок перестанет посылать вас на три веселых буквы. Вот реально. Вот то есть, ну, до такого, чтобы человек понял, ко мне обращаются. Не какой-то специалист мне говорит, что я вообще не понимаю. То есть ясность должна быть. Вот это очень важно. То есть я написала вот так, как бы своим клиентам. Да, почему? Потому что, во-первых, ну, у меня клиенты уже, которые со мной работали, которые знают, которые следят за моими социальными сетями. И, например, про ментальные блоки я могу упростить, да? Я могу сказать, что разрушение, там, каких-то верований, которые не дают двигаться дальше, например, да? Ну, в моем случае это были люди, и мой идеальный клиент, он понимает эти термины. В вашем случае, в случае с родителями, в случае с Ириной Бородкиной, с красотой. Ну, не понимают. Вот не говорите ни одного слова. Вот как, знаете, когда книгу пишешь, да? И тебе говорят, перечитывай и выкидывай все. Вот выкидывай буквально. Вот прочитал предложение, из предложения должно остаться четыре слова. Вот остальные все мусор. То есть должна быть суть, и должно быть очень-очень понятно и ясно. Не на… ну, не заморачивайтесь, и людей не заморачивайте, потому что чем сложнее, тем хуже покупают. И стоимость. Смотрите, здесь уже… Это потрясающая программа с личным наставничеством. Стоимость составляет всего. Столько-то, столько-то. Пишите всего, почему, потому что всего всегда это хорошо. Там можете написать, а в скобочках я написала всего столько-то евро, это цена стольких-то моих обычных сессий. То есть почему? Потому что я продаю контракт. И контракт всегда выходит немножечко дешевле за сессию. Вам лучше продать. То есть у меня сейчас, кстати, вот замечательная штука. Я делала визуализацию, рассказывала на ассоциации. Я делала визуализацию, как у меня телефон тринкает, по PayPal приходят деньги. А я сейчас на ночь, когда я засыпаю, я выключаю телефон, я ставлю его в самолетик. И, короче, а с утра включаю. И знаете, что у меня происходит с утра? У меня начинает такое. Так приятно. Тринь, тринь, тринь. Вам пришли деньги, вам пришли деньги. Вот точно, как я видела в своей визуализации, как я визуализировала, потому что я сейчас занимаюсь творческой визуализацией. И я вот прямо это вижу. Но смотрите, что приятно. Если вам человек заплатил за одну сессию, он может прийти, не прийти. Если вам человек заплатил за контракт, он будет с вами работать. И здесь начинается самое интересное. Здесь у нас был преподаватель на курсе. Он был вот дядя Ваня из деревни, я не знаю, какая-нибудь Буренковская. Вот дядя Ваня. Вот он американец был, но он был в кепке. Он был абсолютно толстый. Он постоянно доставал какие-то вот рафальты, не знаю, знаешь, не знаешь. Но в американской культуре у них все такое очень визуально. Вот он постоянно, когда он что-то говорил, он доставал палец такой на картонке, палец, и он показывал там в экран. То есть он был то село-село. И они запустили со своей женой оба коучи. Они запустили коучинговую программу полугодовую. И они миллионеры. Они стали миллионерами меньше, чем за три года на этой коучинговой программе. Что они делают? Они продают шестимесячную коучинговую программу, но она закрытая. То есть, как я вам сказала, с пункта А в пункт Д. И что здесь есть? Оплата сразу производится. И клиент может перейти к следующей сессии только если он выполнил домашнее задание. Круто! Знаете почему? Цена немножко ниже, чем обычный контракт. Но вы получаете кейсы. Люди остаются с вами навсегда. Люди растут. Потому что если человек... Вот любой из вас, вы знаете, если вы дали домашнее задание, и человек его исполнил, он получит свой результат. Поэтому человек с вами идет. Говорит, процентов 20 платят и пропадают. Потому что они... Говорит, это тоже очень хороший контингент. Они заплатили, потом они поняли, что домашние задания они делать не хотят. И они вообще сливаются. Остальные, говорит... То есть, они продают, например... Если я продаю полугодовой коучинг, я посчитала, у меня выходит где-то 24 сессии. И, конечно же, это... Если я их буду по обычной моей цене 50 евро брать, это дорого. Это много, да, и это дорого. Но если я беру за закрытый проект цену немножко ниже, у меня получается, что люди, пока они сделают домашнее задание, он сказал, ну, где-то 2-3 недели они делают. То есть, у меня количество сессий получается практически такое же, как по 50 евро, но человек гораздо меньше получает сессий. То есть, это такая фишка крутая. Вы человека вводите с вами в коучинговый какой-то проект, вы с ним работаете на таких условиях. Вы ему даете особенную цену, но есть одно условие. К следующей сессии он переходит, если он выполняет домашнее задание предыдущей. Когда он вам прислал домашнее задание предыдущей, вы ему назначаете следующую сессию. У вас получается, то есть, это крутая фишка. Вас, человек, он в вас влюбляется, он у вас купил коучинг, может быть, не так дорого, он у вас купил услуги, может быть, не так дорого, но он с вами, он получает свой результат обязательно. Если он пройдет через весь проект, он получит результат. Второе, он покупает сразу у вас. То есть, мне за мои вот эти, вот по этому письму, мне заплатили сразу одна, которая меня попросила тремя платежами заплатить, остальные деньги уже пришли. То есть, у меня уже есть деньги, я уже могу дальше вкладывать, там что-то работать. И потом, то есть, в результате более-менее цена выходит в вашей обычной сессии, потому что люди, они все-таки тормозят, они каждую неделю редкие, редкая птица долетит до середины Днепра, они каждую неделю домашнее задание там, то не выспался, то настроения не было, то дети помешали. Это очень сложное дело, поэтому в результате, то есть, вы предлагаете хороший проект, и в результате вы получаете свои деньги. Хотя кажется, что, я когда подумаю, боже мой, 24 сессии, это же вообще, это как можно, да? А потом он просто объяснит, говорит, вы просто бесстрашно назначайте, потому что, ну, не будет 24 сессии никогда. За полгода будет там, ну, хоть будет 15 сессий. Это уже более, да, ну, это можно понести, поэтому, вот, смотрите, и здесь получается… Наташа, подожди, Наташа, а если он вот такой вот найдется сумасшедший, который быстро будет делать домашние задания, и у тебя вместо 24 сессии вылезет там, не знаю, 50? Нет, 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 то есть, у вас раз в неделю, смотри, это получается, это примерно 24, то есть, здесь прописываешь, что это раз в неделю сессия. В любом случае она будет раз в неделю, не чаще, то есть, нет, если он прислал через час… А то он в любую очередь будет присылать домашние задания, и ты будешь сидеть… Нет, 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 не раз в неделю… Здесь идет такая политика, что раз в неделю сессия, в любом случае. Но если у вас попадется такой сумасшедший, он получит свой результат, и у вас будет крутой кейс. То есть, он выйдет из программы со своим результатом, он о вас расскажет всем своим друзьям. То есть, таких мало, которые… А если он будет настаивать, что вот… Ой, да, сейчас слышно тебя. Это у меня, это, Алиса включилась или кто-то, на какое-то слово. А если, да, он будет настаивать, тут написано, примерно, 24 коуч-сессии, вот вы мне обещали коуч-сессии, дайте мне все 24. Да, да, смотри, смотри, вот мы идем дальше как раз. Смотри, вот у нас идет 24 коуч-сессии по 50 минут, личные, групповые, я написала, в моем случае только будет личные, плюс домашние задания. Есть всего лишь два условия для участия в данном проекте – осуществление установленной оплаты и выполнение домашних заданий. То есть, 6 у нас идет срок, 6 месяцев, дата, закрытая дата, то есть дата начала, дата конца. И в этот срок он должен выполнить эти домашние задания. Если он не выполнил, у тебя не продвигается конечная дата вашего договора. То есть, 6 месяцев заканчиваются там в июне. Все, в июне, такого-то числа мы заканчиваем нашу работу. То есть, здесь закрытая дата помогает человеку как бы тоже, то есть, он тебя не сможет ничего выпросить. То есть, по-моему, ты не акцентируешь на этих 24 сессиях, но чтобы он как бы не требовал этого. Да-да-да, то есть, да, но ты проговариваешь, то есть, я написала одному американец, он меня попросил такую, чтобы мы с ним пообщались, ему было интересно, он говорит, я хочу с тобой пообщаться на эту тему. И он меня все расспрашивал, и я ему объяснила, у нас с тобой, мы начинаем, вот на этой неделе мы начинаем уже с ним, и у нас с тобой закрытая дата. В это время ты можешь иметь 24 сессии, если ты при условии, если ты делаешь домашнее задание. Пока ты не сделал домашнее задание, следующая сессия не будет назначена. Опять же, я назначу, мы с ним договорились о графике, то есть, опять же, я ему проговорила, если на этой неделе все окна заняты, тогда я тебя назначаю на следующую неделю, и тогда я тебе даю возможность сделать две сессии за неделю при условии, что ты делаешь домашнее задание. Если с моей стороны я не могу, например, что у меня нет уже окон реально, то я ему говорю, мы с тобой можем провести потом две сессии на одной неделе, даже если ты как бы сделал домашнее задание, мы назначаем, и эти сессии ты получишь. Но условия очень важны, он выполняет домашнее задание, то есть, он должен вам их прислать в письменном виде, прислать домашнее задание. То есть, вот такая штука, ну, у меня так, у меня работает. Хорошо, я со всеми, со своими, я договорилась на 6 месяцев, они мне заплатили, и все, и мы работаем. Я сейчас, я честно, я решила, что я, наверное, дешево продала. Я когда, я когда, они стали все, и еще две стоят сейчас, мне вчера две испанки, одна подруга, и она говорит, все, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, говорю, ждать, месяц ждать, хотя бы пока я разберусь немножко с первой, потому что мне некуда, уже реально мне некуда вставить ни одного человека. И я подумала, это я уже не продам так делать, ну, не так дешево, я не дешево продала, они будут цены, но я не дешево продала. Я говорю, я уже в три раза где-то дороже поднимаю. Насколько домашние задания длительные? Вот сколько надо времени, чтобы его выполнить? Я не задаю. Можно вам какой-то пример домашнего? Я не задаю. У меня задача, вот то, о чем мы говорили, я верю в клиента, и я хочу больше, чем он, его результат. Я ему даю домашнее задание вот по нашей сессии, то, чтобы он мог это сделать. Для меня важен больше не процесс, что придет он ко мне или не придет на сеть, а чтобы он получил свой результат. То есть для меня он со мной останется, моя клиентка, которая защитила со мной докторскую диссертацию, она со мной осталась. Почему? Потому что она получила свой результат. То есть здесь точно такое же. Для меня не настолько важно, чтобы я его там меньше сессии ему сделала, а для меня очень важно, чтобы он получил свой результат. Поэтому я, ну, я же его коуч, я же его люблю, я же с ним буду, поэтому я как бы его за ручку иду, как бы, ну, это мне интересно, чтобы он дошел до результата больше, чем там количество сессий и так далее. Ну, по статистике, ну, то, что нам объяснили, как бы, ну, очень мало получается сессий, хотя люди покупают шестимесячный контракт, а сессий мало, потому что, ну, жизнь, она же не, кто-то сделает домашку, не сделает, ему надо напоминать, то есть это такой немножко процесс уже, вот, а цель, да, а цель, как бы, чтобы клиент вышел с результатом из нашей работы. Поэтому здесь я в письме объясняю цель проекта, я объясняю клиентам, зачем я такую цену даю, зачем я там это, они, например, вот эти ребята, они продают за 900 евро, да, свой этот шестимесячный контракт, за 900 долларов они американцы, вот эта парочка, да, таких толстячков, такие смешные, я прямо говорю, господи, ну, как можно к такому кучу идти, если он, вот он, Вася, он толстый, вот, ну, он такой, знаете, вот мне не просто, а он такой, вот, вот, спортом он точно, вот, вообще никак, вот, вообще, он, то есть он очень такой, Вася, вот, и я говорю, ну, он миллионер, значит, он учит много людей, как становиться миллионерами, и он не физический коуч, а он именно бизнес коуч, или, да, то есть у него другая, у него другая сфера коучинга, то есть, опять же, вот, еще одна вещь, то, что я хочу сказать, я на этом курсе поняла, господи, у нас такие были, вот я вчера на ассоциации рассказывала, у нас такие были преподаватели, у нас одна была, вот, вы ее увидели, видите, вы подумайте, что цыганка, вот она, у нее мимо помады, мимо губов намазана, она какая-то выкрашенная белой краской, она миллиардеша, она коуч, она классная, она у нас преподавала, она такие фишки нам давала, и я говорю, у меня настолько, вообще прошел всякий комплекс, вот, вот, какие могут быть коучи, я увидела вообще всяких старых, молодых, каких-то вот странных, один был, один дядечка, он был, он автор, у него четыре бестселлера, вот, не вспомню, я сейчас как-то был какой-то, и он нудный, вот, честно, вот, вот, нуднее спикера я в своей жизни, я, я старалась, я прям села такая, записывать что-то, и я такая, раз, пошла собачку погладила, вернулась, пошла чаю налила, вернула, скучный, миллиардер, вот у него куча клиентов, то есть, ну, ну, вообще, вообще, мы можем продавать, у нас будут клиенты, да или да, невозможно, что тут не было, хорошо, цель проекта – изучить процесс и результаты, полученные с реальными людьми из разных культур, я совершенно уверена, и здесь, смотрите, если я вначале пишу, типа, предложите другу, да, звонок другу, привет, отправляю тебе информацию на новом проекте, возможно, ты знаешь кого-то, кто хочет поучаствовать, а здесь я пишу, смотрите, я совершенно уверена, что если вы выберете, или ты, можно, да, вот тут даже у меня не соответствует, ты там я пишу, а здесь я выпишу, если вы выберете участие в данном проекте, ваша жизнь никогда уже не будет прежней, вы сможете полюбить процесс трансформации, достижения цели и сможете покорить любую вершину, у вас здесь ваше заключение, то есть, То есть вы пишете, я совершенно уверен, что если вы выберете участие в данном проекте, ваши отношения с вашим ребенком никогда не будут прежними, у вас будет то-то и то-то, то есть вы прописываете свой собственный результат, прописываете свой собственный такой вот что-то, что человека может сделать счастливым после вашей работы. Хорошо. Благодарю вас. И последнее опять снова. Благодарю вас, если поделитесь данной информацией со своими контактами. Все. У меня как бы, ну, у меня сработало. У меня сработало, и я вам хочу сказать, что сработало у моей клиенты. Она уже отправила письмо, у меня уже сработало. Поэтому, как бы, вам советую, советую это написать, это прописать, и просто, чтобы у вас такое предложение было. И я просто уверена, что сработало. У меня реально, у меня вот последнее время, ну, так тяжело шло, ну, так тяжело шло. Я там ассоциацией занималась, все, ну, вот как-то сессиями совсем, совсем не шло. После, после буквально вот этого курса за неделю я продала то, что я продала. Наташа? Да, есть вопросы. Я не совсем понял один момент. Там как бы вначале говорилось про группу, а ты где-то упоминаешь, что это личная работа, потому что я не все понял, перехода. Я это объясняю, со мной они все потом связались. И я потом им объясняю уже в личной консультации, я объясняю о том, что это работа личная. То есть здесь я, да. По этому письму, по итогу они должны с тобой связаться. По итогу они со мной связались. Все. То есть все-все, даже кто мне сказал, может быть, потом, некоторые мне ответили, ой, как интересно, ну, вот пока нет, да, может потом. То есть, хорошо, может быть, потом. Я еще стану уверенней, еще лучше у меня будут кейсы, и я им продам. Просто в пять раз дороже. Просто уже будет в пять раз. Ну, если я еще буду коучем из организации этой объединенных наций, тогда вообще. Ставьте, сколько может стоить сессия у такого коуча. Так что, конечно, будет в пять или в десять раз дороже, легко, легко. То есть, ну вот сейчас, на сегодняшнем этапе, для вас важно понять результат. Мы объясняем человеку человеческим языком его результат, который он получит. Мы ему пишем, какие шаги. Мы ему прописываем точно, по каким шагам вы его проведете. Вы ему объясняете точно, как это все работает, каким образом происходит ваша работа совместная. И вы как бы не настаиваете. И тут вы просто еще раз подчеркиваете удовольствие от того, что он получит. Вот так. Еще вопросы, дорогие. Ира Вороткина, тебя вижу. Вопросы. Нету? Есть. Нету, все понятно. Все понятно. Кому надо, кому надо прописать, дорогие. Кому надо прописать, но вот пока не смогу, честно, не смогу. На следующей неделе вообще никак. Но если что, обращайтесь. Я для своих коучей из ассоциации, у меня совсем дешевая цена. За сессию я прямо с вами сяду, пропишу с вами. Хорошо, там для девочки сколько там было? Двадцать пять, по-моему, двадцать пять евро было для коучей ассоциации. Те, кто в этой группе, хотите, мы с вами пропишем вас продукт полностью. И тогда тоже, если что-то непонятно. Ну, я думаю, что понятно. Потому что понятно, правда же? Понятно. Будут вопросы, обращайтесь. Я с удовольствием на вопросы отвечаю бесплатно в любое время. Поэтому задавайте все вопросы. Вот я пишу там это и вот это. То есть определите, важно, еще раз, я просто по главным пунктам, давайте мы пройдем. Важно, определите своего идеального клиента, какой вы коуч, кому нужно то, что у вас есть. Напишите предложение под конкретного клиента. Вот возьмите своего друга, или своего клиента, с которым вы уже общались. И подумайте, что ему нужно из того, что я ему могу предложить. И как я это могу описать, на какой срок, чтобы он у меня это купил. И просто отправляйте, вот без страха. Потому что если вы будете уверены, что вы запросто, Рафаэль, вот запросто выведу ребенка из комнаты и вытащу у него из рук телефон. Вот все, честно. Я вот прям сижу и думаю, может, купить у тебя контракт, потому что телефон у нас проблема. Все люди перестают читать. То есть, ну вот честно, вы просто, когда вы пропишете это все, у вас будет продукт, который будет, ну от него невозможно будет отказаться. Это предложение, от которого невозможно отказаться, потому что вы его вот прямо, прямо даете человеку, которому оно нужно. Надежда, вопрос. Надежда, а ты это отправляла вот в Инсте просто в Директ? Директ, просто в Директ. Директ в Инстаграм. Вот, кстати, очень хороший вопрос, спасибо большое. Смотрите, я отправляла в Инстаграм в Директ. Я отправляла в Телеграм в Директ. У меня есть подруга, у которой нет ни Инстаграма, ни ничего. Я ее взяла и отправила в Телеграм. Я подумала, где они водятся мои, да? Мои те, кому нужно то, что я предлагаю. И я говорю, так, одна у меня есть там. Вот давайте на вас, вот прямо сейчас на вас пример с этим курсом. Что я сделала? Я нашла боль, вашу боль. Не продаю. Я написала вам в Директ. Я вам предложила. И вы сказали, о, неинтересно. Вот просто, да? Ну, такое я сделала, я сделала для ассоциаций, но для вас тоже пригласила. Но тем не менее, просто вот она. Вы сказали, да. И у меня есть люди, которые сказали, я не могу в этот день. Вот Олечка, она говорит, я не могу в этот день. А потом она говорит, я нашла время, я могу прийти. Вот Надя тоже. То есть, вот когда что-то нужное, вот оно само продает, вы понимаете? Ну, просто его продать. Я с клиенткой работала вот два дня назад, и мы с ней заканчиваем. И я ей говорю, говорю, вот мы с тобой можем еще, и причем я не продавая продала. Я ей сказала, мы с тобой можем еще прописать вот это и это. Все, мне интересно. Давай жду, когда ты меня назначишь в следующую встречу. Вот так. То есть, я вообще не уже перестала продавать. Я просто объясняю ту ценность, которую я могу дать к людям. То есть, это ценно. То, что у вас есть, это супер-мега ценно. И люди этого хотят. Единственное, что вы должны оформить это в такое предложение, которое я не пойму. Понимаете? Потому что я смотрю, вот у психологов, психиатров, психоаналитиков, не знаю, как вот проходит там работа в социальных сетях. Коучи. Вот реально. Я подписывала на многих коучах. Я смотрю, как, что они пишут. И каждый третий объясняет через день, что такое коучинг. И я такая, господи, ты сам себе объясняешь сидишь. Потому что ты сам до конца не понимаешь, что такое коучинг. Когда ты поймешь, что такое коучинг, что это ценность такая. Ты с клиентом поможешь получить его результат. Это ценно. Этого никто не делает. Это единственное, почему родилась такая профессия как коуч. Это потому, что люди, они остались одни. И они перед своим родительством, они одни. Вот, Рафаэль. Люди наедине со своим родительством. Они как в тумане, да? И они как ежики в тумане. Тыкаются, пыкаются, что-то пытаются. А там какие-то старые схемы срабатывают, как родители. Они говорят, знаете, что происходит с родителями, например? Мы говорим, мы не будем никогда как моя мама воспитывать ребенка. А потом что происходит? Ты такой раз и говоришь фразу, которую говорила твоя мама. И говоришь, господи. Что это делать? То есть ты понимаешь, что ты не хочешь. А ты не знаешь ни как ты хочешь. Ты не знаешь ни что ты хочешь. И ты не знаешь, как это сделать, главное. То есть вот и тут приходит такой Рафаэль, который говорит, я тебе помогу. Я у меня, я профессионал, у меня, я не просто, да, там кто-то, друг, который поболтает и который рассказывает, а у меня с детьми вообще, а у меня вообще дети ничего не слушаются. И ты уже сидел со своим депрессивником, а тут пришел еще один, и тебя еще навесил, и у тебя вообще выхода нет. А тут пришел Рафаэль, который говорит, у меня есть инструменты, которые мы вместе сделаем с тобой, я тебе помогу. У тебя не будет даже если получаться. Ты мне можешь сказать всегда, и мы с тобой исправим, мы посмотрим, где, где, где не работает. И мы с тобой, и вот этот, и человек говорит, я хочу этот путь пройти. То есть и в следующий раз у него возникла проблема, тут у него ребенок, например, с телефоном, да, уже наш пример этот, а у него прошло, прошло там, я не знаю, полгода, и ребенка в школе там, ему делают буллинг, да. Его ребенка там что-то, ну, ребенок в школе не может хорошо с другими детьми. И он, кому я пойду? У Рафаэля, у Рафаэля есть это, и он не может помочь. Понимаете? То есть человек вас видит уже специалиста в своей сфере, и он к вам будет обращаться. Это как хороший врач. Вот хорошего врача ждут, ему платят, да. Плохие врачи сидят там и нифига не делают. А хорошие врачи, что, а у них очередь стоит. Ему надо заплатить дорого. Да, я помню, у нас рядом с Кременчуком, где я жила, вот в моем первом замужестве, у нас было село, и там рядом, и там был гостоправ, знаменитый, знаменитый, сейчас у меня не выходит. Я, если скажу имя, вы даже знаете это имя, оно знаменитое было на весь Советский Союз. И я поехала, он от нас был там 60 километров что-то, я поехала к нему, и там очередь стояла, там очередь стояла на неделю, там запись была. Там люди приезжали за границей, какая-то деревня, там вся деревня жила, сдавая дома в аренду, потому что люди приезжали туда, и чтобы к нему попасть, у него были очереди, три дня. Люди холодно, не знаю там что-то, я уехала, мы простояли там полдня, и даже очередь не сдвинулась, и люди стоят, и они к нему возвращаются, они стоят заново. А у него такая очередь, что ты не можешь пройти опять, потому что он берет со всех одинаковую сумму. Люди едут в Тибет почему-то, платят огромные деньги, помолчать с монахами, которые в Тибете сидят. Тут вот интересно, чего ты поедешь в Тибет, ты на их языке не разговариваешь, они на твоем. А люди платят, то есть у людей есть деньги, и для ваших услуг у людей есть деньги. Если вы найдете свою услугу, вы ее опишите, а их много у вас, я знаю, но начните с одной. Еще одна штука, вот хорошо, что вспомнила. Не продавайте всем и все, и сразу. Не продавайте всем все сразу, найдите одну услугу, одного, один тип клиента, и продавайте ему. Потом тому же самому клиенту вы начнете продавать другие вещи. Но сначала вот сейчас настройтесь создать вот это ваше предложение, вот этот ваш контракт, который вы будете предлагать, и который вы будете продавать. Потому что это то, что будет покупать. Наташа, вот этот контракт, вот это предложение ты посылаешь людям, которых ты была с ними на связи, и ты представляешь, что ему нужна именно эта дать? Вот именно так и делаю. То есть я села и продумала, я даже не писала список, а я просто села и подумала, кому это может быть интересно. Но я, большинство из них, это мои клиенты, которые со мной уже работали чуть-чуть хотя бы, да, там одна сессия, две сессии. То есть бесплатные сессии, условно платные сессии. То есть вот это или мои подписчики. Кстати, вот клиенты зашли лучше, чем подписчики. Один вот американец, он меня, ну, знает немного, да, но он меня теперь везде проталкивает, потому что он мне говорит, давай придешь на радио у нас, там будешь на радио. Я говорю, как я на радио в Америке? Он говорит, ну, по телефону как. Я говорю, ну, хорошо, давай, по телефону, в общем. И я там, ну, поэтому он как бы, ну, вот он мой, мой давний друг, да, и он у меня был в подписчиках. То есть я подумала, вот ему, наверное, будет интересно. Ему оказалось жутко интересно. Он купил, вот он, он PayPal установил за пять минут. Он никогда не ползал. Он говорит, я такой, я вообще к этому не умею. Я говорю, ну, ты попробуй, говорю, если будут трудности. Он мне уже пишет, все, я уже переслала. Я говорю, я вижу. Уже пришли. Уже пришли. Мне было, ну, так удивительно, что прям вот так, знаешь. Поэтому вот, то есть ошибетесь. Человек вам скажет, нет, ну, вы же ничего, вы же какашку не продаете, вы же продаете отличную вещь. Поэтому предлагайте с удовольствием, предлагайте с, как бы, ну, с ценностью. В этом ценность огромная. То есть предлагайте, что вы что-то, ну, такое ценное, да, вот то, что мы говорили с вами в самом начале. Перестаньте, вы не просите ли, вы ценность прибоёте. Вот это вот не надо, да, что не хотите ли немного коучинга, не хотите ли поучаствовать. Нет, у меня есть что-то такое ценное, что я знаю, что тебе нужно, и поэтому я тебе предлагаю. И для тебя это будет ценная помощь. Вот эта вот позиция ваша, вы её транслируете. Я заметила, у меня, то есть у меня поменялся вот этот клип в голове. Вот девочкам я на ассоциации говорила, я сейчас очень сильно занимаюсь медитациями. И я в медитации увидела, вот Ира может подтвердить, я в медитации увидела небо звёздное. И я всегда думала, может, я так много чего хочу? Я так что-то много хочу, я себе такое написала. У меня моя доска визуализации, я на ней такие написала цели, что вы, вы офигели. Ну вот реально офигели, потому что сказали, эта женщина, ну у неё крыша поехала, как можно такого желать, да? И я в этой медитации вдруг поняла, что мои желания во Вселенной – это как одна из миллиардов звёздочек. И что я не могу как бы хотеть слишком много. У меня всё это сбывается. Вот буквально у меня всё-всё-всё-всё-всё сбывается. Почему? Потому что я транслирую. Я написала сумму денег, что я хочу вот до конца месяца. Я просто написала, хочу так, тысячу евро до конца месяца. И у меня эти деньги пришли. То есть у меня пришли идеи, как мне, да, вот сколько тут осталось, ну 10 дней уже. А у меня вот буквально с прошлой недели у меня эти деньги пришли. То есть я написала себе там, что я хочу машину, вот девочки знают. Причём с машиной было очень смешно. Сейчас я не буду вас задерживать, кому надо уйти, уходите. Как бы выходите, ничего страшного, я не обидюсь. Вот, но хочу вам просто такую рассказать интересную вещь, потому что я визуализировала ягуар. Ну, чтобы близко не ходить, ну что, сразу можно ягуары визуализировать. Я такого вишнёва света себе, я его повесила на свою доску визуализации. Я на него смотрела. Я визуализирую ягуар, причём я не могла запомнить. А у нас Ира Бородкина, она специалист по речи. Вот Ирочка, которая вот здесь, на неё стрелочка, сейчас вам покажу. Она специалист по речи и по красоте. Вот, и она мне говорит, а ты, говорит, запомни, говорит, а я им всё говорила. Девочки, я себе машину хочу, ну вот я не помню, как она называется. Я её пумой называла. Ну, у меня уже как у пумы. Я говорю, пума, кажется. А она говорит, не, ну, конечно, она называется. Ягуар. Она мне говорит, гуру на ягуаре запомнила. Вот ты гуру на ягуаре. И я так и запомнила, гуру на ягуаре. И тут мой муж вдруг мне говорит, слушай, машину же тебе надо. Я такая, да, надо вообще. Ну, у меня была машина, мы её вчера продали. Я говорю, да, надо машину. Я хочу тебе машину подарить. У него вдруг появляется жуткая желание подарить. И моя дочка говорит, пап, ну, ягуар. Он так на неё смотрит, говорит, вы что, девки, обалдели? Какой ягуар? Он у меня преподаватель, доктор наук, но он преподает. И он как бы не миллиардер. Он сказал, какой ягуар, вы что, с ума сошли? И он мне стал ходить, короче, говорить. Ну, ты давай выбирай себе машину. Ну, вот в таких пределах. Он мне сказал, по цене в каких пределах. Я хожу, что-то не шевелюсь. Я в машинах ничего не понимаю. И вообще я хочу ягуар. Я говорю, я-то знаю, о чём я медитирую, да, о чём я прошу. Я ягуар хочу. А тут он, типа, в таких пределах, ягуар в таких пределах, значит, ну, у него там в три раза дороже. И я, короче, и тут мы идём по улице. То мы хотели там какой-то Volkswagen, то ещё что-то. И тут мы идём по улице. Я говорю, фу, там мой цвет. Девочки, да, вы девочки. Вот мужчины, они там мотор. А я, мой цвет. Вот этот цвет я хочу. Я говорю, что это за машина? Он говорит, это Мазда. Я говорю, о, мне нравится. Говорю, ну, тебе нравится Мазда? Я говорю, да. Он говорит, ну, давай Мазду. Я такая, ну, давай. А сама сижу и думаю, господи, а чё тут с Ягуаром-то? Ягуар, ну, и Мазда. Ну, вообще, ну, как бы, вообще никакого, да, нету? Кроме цвета. Причём мне муж говорит, ты знаешь, что только этот цвет стоит 700 евро? Я говорю, ага, да. Я говорю, ну, ладно, для машины же это недорого. Для коучинга, да. Ты ставишь кому-то коучинг 700 евро, и тебе, как бы, смогут скорчить лицо. А, для машины, там, ну, за цвет ещё 700 евро добавить. Ну, как бы, ну, я такая, ну, ну. Ну, я-то в голове думаю, ну, что ж такое? Где ж тут Ягуар? Я лезу в интернет, в гугл знаменитый, и ввожу Мазда. И представляете, что получается у меня мурашки. Оказывается, у японцев бог Всевышний, вот бог, которого мы верим с очень, с Рафаэлем, да, бог-отец, бог Всевышний, он, называется его имя Хагуру, Хагуру, это как по-испански Хагуар, или по-английски Хагуар. Я говорю, господи, во Вселенной там ошиблись, я-то, и этого бога зовут Мазда, то есть он Хагуру Мазда. И я говорю, они ошиблись, они ошиблись, короче, я говорю, ну, что ж я так плохо сигнал посылала во Вселенную, что они ошиблись, вот. Ну, в общем, Мазда у меня уже есть, так что будет и Егор. Но я вам хочу сказать, что я прописала себе, я вам советую ещё, сделайте себе доску визуализации, пропишите себе сумму, просто возьмите выдерж в этом, как это называется, я у меня в телефоне, есть банк, интернет-банк, я захожу через интернет, я сделала этот снимок по экрану, я себе его распечатала, и я к нему добавила там ноликов, достаточно ноликов. У меня стали приходить деньги, поэтому это работает все. У меня мозг стал меня, ну, это не, тут магии никакой нет, тут просто ваш мозг, он помогает вам найти способы, как эти деньги заработать. Поэтому сделайте это обязательно, и я вам просто гарантирую, что это работает. Если сделать, я просто, я хочу от вас услышать, как вы продали, вот честно. Кто первый продаст, ну, не знаю, хоть подарок какой-нибудь сделаю. Подумать надо, какой подарок. Игуар. А? Игуар. Игуар. Нет, игуар отвечать не буду. Игрушечный. Игрушечный я пришлю, да. Для начала. Да, но я просто хочу, вот действительно хочу вас услышать. Я знаю, что моя клиентка, она предложила, она уже продала, поэтому хочу от вас услышать. Давайте такую сделаем, как конкурс, кто первый, кто первый продаст, хорошо? Хорошо, еще вопросы, и будем завершать. У матросов нет вопросов? Нет. С чем вы ходите? Давайте тогда, как у нас была такая общая коуч-сессия, с чем вы ходите? Какие инсайты берете? Олечка, скажи ты, все молчат, скажи ты мне, пожалуйста. Ты у меня всегда такая выручалочка, палочка-выручалочка. Олечка наша, представляю, кто не знает. Олечка такая хиллер. Потом она пишет тексты на заказ, пишет круто, пишет здорово. Так что, если надо, вам кто-то, кто вам может помогать с введением ваших аккаунтов. Уля у нас очень крутой, как это называется? Благодарю, Наташа. Как говорит автор. Нет, ну подожди, хотела представить красиво, и вот слово вылетело. Бывает у меня такое. Как называется? Написатель текстов по-современному. Как называется? Стори-теллинг, наверное. Стори-теллинг. Да, столи-теллинг, вот. Вот она, история, в общем, она телит. Телит истории. Хорошо. Я хочу сказать, что это очень полезная информация. Самое главное, что это такая вот как выжимка, да, квинтэссенция того, что необходимо на самом деле. Потому что пока ты рассказывала и все это представляла, я думала о том, как мне, допустим, позиционировать мои услуги. Потому что у меня нет какой-то узкой специализации. Тето-хилинг, он работает абсолютно во всех областях жизни. Это и бизнес, это и там и дети, и родители, и покупка машины, и почему у меня не растут помидоры этого сорта. Это тоже, ну, реально. И вот как раз... Ольга, пересмотри, вчерашний вебинар, ты, у тебя, у тебя духовный коучинг. Мы говорили, что духовный коучинг, он как всем сферам жизни похож. Да, и поэтому я так думаю, что именно так я это и позиционирую. Потому что, кстати говоря, тема машин, она очень интересна, оказалась и актуальна в этом сезоне. Ко мне клиентка обратилась с той же, ну, не с той же темы, а с тем, что она не может, никак не могут они купить машину. Вот все уже вроде вот-вот-вот. И вот какой-то последний нюанс, который все время, как сказать, ну, тормозит это. И она говорит, я не понимаю, в чем дело, в чем тут затык, нам и денег хватает, там все. Но почему-то вот какой-то... Либо мы выбираем ту модель, где буквально там тысячи долларов не хватает. Ну, что-то, либо там какие-то еще нюансы. И мы начинаем с ней разбираться, и выясняется, что она в свое время себе такую установку дала, что я не хочу иметь машину, потому что как только у нас появляется машина, у нас начинаются неприятности. Или мы там, как сказать, вынуждены эту машину продавать и отдавать эти деньги, потому что вот как... И у нее это плотно совершенно засело в голове. И она про это забыла, конечно же. Но вот когда мы эту тему с ней как бы вот вытащили на поверхности и поняли, в чем там затык, да, соответственно, поняли, как и работать. Я хочу сказать, что при всей многообразности и такой многозадачности, да, того, с чем я могу работать, я в то же время могу и обозначить, что вот как я сейчас прямо сказала, что, ребят, даже если вы... у вас действительно не получается вырастить какой-то определенный сорт помидор, мы и с этим можем разобраться. Я могу... да, да, реально, я могу какие-то вещи прямо вот заострить и сконцентрировать на этих... Заостряй, заостряй. Вот прямо, прямо, может быть, смотри, вот еще такая штука, Надежда вышла, но еще такая штука. Я хочу... вот мы вывели с моей клиенткой формулу, волшебная формула. И вы в коучинге можете использовать. Я хочу это, чтобы... То есть я хочу, чтобы у меня росли помидоры, чтобы... Не потому что я хочу, чтобы я там их съесть, да, а что... как бы... чтобы... вот когда мы пишем наш конечный результат, это чтобы... это не помидоры. То есть мы переходим на следующую ступенечку, да. Я хочу там как бы... или мы можем написать... Помогу вырастить помидоры там посредством тета-хиллинга, например, чтобы вы чувствовали себя хорошим садоводом. Я не знаю, ну, ну, так, и природа, да. Да, да, да. То есть чтобы у вас была какая-то вот... какая-то эмоциональная обязательно составляющая вашего результата. Потому что, как мы говорили раньше, есть какая-то там всегда корневая эмоция, да, которая не дает что-то. То есть чтобы вы прописали вот это, чтобы вы чувствовали себя хорошим родителем, чтобы вы себя чувствовали успешным предпринимателем, чтобы, да, чтобы вы, ну, вот включили эмоцию тоже в ваше предложение. Окей. Класс. Да, и вот я поняла, что я могу здесь именно конкретизировать, да, вот в этом предложении то, что... с чем я могу помочь взять несколько, да, направлений, как пример, привести примеры какие-то, да, что вот это может вот так работать, это так. И вот с каждым вашим запросом мы будем работать до получения... Ну, в эти сроки мы можем получить результат, безусловно. Полгода это вообще-то на самом деле такой, ну, большой контракт. Большой, потому что сейчас, конечно, в основном это месяц-три, вот так, да. Да, конечно, сессия одна, коучинг, но это как демо, фактически демо-сессия, она именно вот такое назначение имеет, потому что, безусловно, за одну сессию решить какую-то задачу, которая всю жизнь, допустим, да, у человека вот он копил всю жизнь, да, эту тему и никогда ей не занимался. Это нереально. Но вот для меня как бы это новый немножко момент, то, что речь идет именно о полугодовой программе, и мне интересно, как это воспримут, ну, условно говоря, там моя, да, целевая история. Ну, будет пять недель, не надо, может быть, сразу не... Если тебе еще пока не комфортно, да, то как бы можно попробовать пять недель, три месяца, там, я не знаю, ну, какие-то такие более реальные, то есть чтобы было комфортно, потому что я, например, для себя взяла полгода, потому что для меня это комфортно, я хочу довести человека. Я понимаю, что если он поставил целью похудеть на 20 килограмм, то я его, ну, за три недели туда не доведу никак, как бы я сильно этого не старалась. Поэтому, ну, как бы, чтобы у вас был такой конкретный для вас комфортный срок. Наташа, а вот смотри, еще такой момент. Хорошо, вот у меня есть тоже клиентка, которая со мной этот месяц уже, ну, вот контракт у нас с ней на месяц был, и я ее спрашиваю, я сейчас делаю график уже на декабрь, и хочу узнать, вот как ты готова продолжать? Он говорит, да, конечно. Я понимаю, что это да, конечно, скорее всего у нас и на три месяца продлится, и на полгода. Вот как ты в этой ситуации бы поступила? Она у меня покупает контракт на месяц, да, но потом она говорит, что я готова продолжать и месяц, и два, и три, и полгода. Ты делаешь, ты делаешь, смотри, очень просто, и то, что ты делаешь, ты делаешь цены. Например, цена такая-то за месяц такая-то, за три месяца ты делаешь кусочек меньше, то есть ей за сессию выходит дешевле, там на десять месяцев выходит еще дешевле. То есть у тебя получается, у тебя, понимаешь, если ты заводишь одного клиента на длительный контракт, у тебя уже ты обеспечена работой. У тебя приходят деньги как бы сразу, то есть у тебя приходит большая сумма сразу. Поэтому если ты идешь от месяца к месяцу, да, может быть, ты заработаешь чуть-чуть больше, но у тебя получится, что ты не будешь уверена, что в следующем месяце, а вдруг она, ну, не захочет, да, там или откажет, а если человек сразу покупает, поэтому я что делаю, я на большом длительном контракте, я снимаю цены, то есть у меня получается, например, если сейчас у меня цена за сессию 50 евро, то если это контракт на полгода, то там будет по 45 евро, то есть есть сессия. Ну, логично, я согласна, но просто когда вот сам клиент, допустим, вот она, ну, не то чтобы не, ну, можно сказать, что с самого начала не определилась, да, и я понимаю, что сейчас она уже, да, она говорит, ой, да, конечно, то есть у нее, как после того, как мы там какое-то время с ней проработали, она уже понимает, что, да, само собой, как я пойду и дальше, но я бы уже, я думаю, что я сама уже могу ей предложить такой вариант, если хочешь, давай, ты и смотришь, да, наше сомнение. Мы будем общаться, да, и сделаем там это на три месяца, если тебе комфортно, а если ты планируешь как-то вот и дальше, то, пожалуйста, я готова на полгода сразу с тобой обсудить. Ты как бы ей говоришь, вот у меня есть такая, смотри, ты ей просто реально предлагаешь, смотри, давай мы вот по сегодняшнему абсолютно вебинару, вот мы с тобой давай определим, какой результат ты хочешь получить, да, и вот к такому результату мы можем пройти, сделав такие-то шаги. И значит, вот чтобы сделать все эти шаги, нам нужно 10 сессий, нам нужно 10 сессий. И вот стоимость такого-то контракта столько-то, да, половинки столько-то. То есть и ты ей объясняешь, ты ей продаешь не цену, а ты ей продаешь результат. Результат, согласна. Да, то есть цена это уже второе, ты определяешь цену, ты знаешь, какой у вас с ней ценовой уровень и все. То есть а ты ей продаешь результат. Смотри, за 5 сессий мы можем дойти до такого-то результата, за 10 до такого-то, за полгода работы до такого-то. Вот, это стоит столько-то, это стоит столько-то, то есть мы продаем с позиции результата, с точки B, да? Хочешь дойти сюда, такая-то цена, хочешь дойти сюда, такая-то цена. Всё, то есть ты не продаёшь ей, ты не говоришь о деньгах, ты говоришь о результате. Какой результат? О результате. Ну, там результат, на самом деле, как бы он… Тут очень много побочных результатов. Ну, это замечательно, да. И ты об этом тоже… У меня это так работает, да, что здесь получается очень много побочных результатов. Она мне там постоянно пишет, говорит, слушай, а вот же вот это ещё вот так оказывается-то. Вот, то есть те темы, которые, они весьма далеки от того, с чем мы с ней работаем, но они параллельно тоже снимаются. Ну, ты, да, ты это и упоминаешь, но у тебя очень важно, чтобы был конкретный результат. Хорошо, я поняла, благодарю, Наташа. Наташа, а можно вот то, о чём сейчас Оля говорит, вот сделать заход чуть-чуть иначе? Допустим, Оля поработала с человеком, человек её уже узнал, уже увидел, как она работает, понял, как ему повезло, что он встретил Олю, вот. И, допустим, может ли, допустим, такая быть ситуация, что Оля говорит, вот я у тебя сейчас в процессе нашей работы увидела, что это, с моей точки зрения, что тебе хорошо было бы прокачать вот это, вот это, вот это и вот это. Вот это займёт примерно там три месяца, вот это полгода, это там десять месяцев. Скажи, тебе это что-то откликается, тебе это близко, ты что хотел бы проработать? И тогда уже человек, он, неважно, сколько это времени займёт, но будет проработана его вот эта боль, и, соответственно, он уже за ценой не постоит, потому что там длительный срок. Так можно? Это так и есть, так работает продающая сессия. Мы клиенту говорим, я увидела, что у тебя есть здесь, здесь, здесь затыки. Для того, чтобы дойти до этого результата, тебе надо проработать. И мы начинаем отматывать с точки B, мы начинаем отматывать назад. И надо проработать это, 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 это. На то, чтобы я, так сказать, я где-то рассчитываю, что этот результат мы можем получить через месяц. Такой-то результат мы можем получить. То есть вы, опять же, вы продаёте результат. Вот пусть будет с этого вебинара выходить и с идеей, я продаю результат, да? Я не продаю ни время работы, ни количество коуч-сессий, то есть ошибка. Мы продаём какие-то количество, количество чего-то. Мы не продаём количество коуч-сессий. Мы объясняем, что такой-то результат за такое-то время и это стоит столько-то денег. То есть это где у нас может быть, где мы продаём, не продавая. То есть мы объясняем, вот с такой-то результат это столько-то времени работы. Ну как, я не знаю, как спортсмену, которому говоришь, да, я тебя, ты как тренеру спортсмена, ты говоришь, да, я тебя доведу до такого-то результата, ты будешь бегать за такой-то результат. но для этого нам надо с тобой тренироваться три месяца, то есть тогда ты пробежишь там ту эстафету за такое-то время, я тебе могу в этом помочь. Да, может быть, действительно, вот как ты говорил про эти, что верно же у тебя написано, что примерно 24 сессии, а он означает примерно. Никто не знает, вот если, видите, тот контракт, о котором я говорила, это закрытый контракт, он закрытый по дате, вы можете делать закрытый по дате контракт, когда это временной контракт, вы можете закрытый по результату, это тоже, но это сложнее, закрытый по результату, потому что клиент все-таки, это клиент, мы не знаем, или вы можете закрытый по количеству сессий. То есть вы сами определяете, за какое количество сессий он дойдет до этого результата. То есть вот тогда вы продаете 10 сессий. Если у меня полугодовой контракт, в течение которого мы будем ставить цель ее достигать, как клиент захочет работать, с каким он ритмом захочет работать, с каким он ритмом мне будет присылать домашние задания, это зависит от него. И я ему могу обещать, что если он полгода со мной работает, то он дойдет от точки А в точку Б, если он делает домашние задания, если он приходит на сессию. То есть я ему пообещала. Потом клиент сам. Тут в этой фишке, в этом контракте, в закрытом контракте, очень хорошо, потому что кто учился на КТО, коучинг – это территория ответственности клиента. Мы как коучи несем ответственность, но клиент сам несет ответственность. И такой контракт, клиент понимает, что все зависит от него, что коуч работает, он с ним работает с удовольствием, он честно, правильно, верно выполняет свою работу, но результат зависит от него. И у вас получится очень хорошая вещь в коучинге, когда вы понимаете, что у вас будут получаться чемпионы, у вас будут получаться кейсы, которые люди, которые на самом деле дойдут до этого результата, и вы можете потом этих людей использовать как пример. Вот он результат моей коучинговой программы. То есть человек, хотя он заплатил, может быть, немножко меньше, может быть, он не заплатил такую сумму, которую вы, если бы по сессиям продавали, вы бы заработали. Но я вам говорю, что получается в итоге выгоднее. То, как они посчитали, эти ребята, они сказали, получается намного выгоднее, потому что человек с вами, потому что он не приходит так часто, как запланировано, и в итоге вы получаете практически те же самые деньги. В любом случае, получается, когда человек дольше с тобой, у него больше вероятность добиться результата, достичь результата, потому что у него все равно сознание перестраивается, оно быстро не может перестроиться. Сто процентов. И если он дольше со мной, в этой программе он делает домашние задания, он делает свою часть, потому что он может ко мне ходить, как вот люди ходят к психотерапевту. Они годами ходят, они могут действовать. А тут еще, получается, моральное удовлетворение у нас, у самих, потому что иначе так выиграешь. Конечно, конечно. А тут ты видишь человека, ты с ним поработал, он сделал домашнее задание, ты следующую сессию, следующее домашнее задание, и ты с ним проходишь этот путь. То есть ты с ним на контакте. Я со своими клиентами, я им говорю, вы со мной на контакте, вы мне можете писать, звонить, если я могу, в данный момент я отвечу, не могу, я напишу попозже. Но я человеку предлагаю пройти полугодовой путь со мной. То есть они, у них там что-то где-то, что-то вот, ушла мотивация та же, ушла какая-то, пришла. То есть я им помогаю пройти. И они понимают, что если я как бы с ними работаю, то я с ними в контакте. Я их не коучу во время звонка этого, я просто спрашиваю, в чем проблема, и говорю, давай мы на следующей встрече это проработаем. То есть, но тем не менее человек понимает, что я его ментом, я с ним иду этот путь. И он хочет. Мне люди говорят, я хочу с тобой, да, потому что, ну мне так легче. Ну это же реально легче, когда тебе, давай мы с тобой пройдем по шагам, мы пройдем все эти шаги, ты дойдешь до цели. Это же легче, это же проще. Это, ну, это действительно, это стоит того, ну стоит, стоит того. Я понимаю, что это стоит того. Для меня вот сейчас у меня есть коуч, да, и вот ценность того, что я ему сказала, слушай, мне надо с тобой встретиться, мне нужна сессия, все, давай встречаемся, давай договариваемся. Это ценность. То есть я ее оплачиваю, да, я оплачиваю, потому что у этого человека есть ресурсы мне помочь. То есть я оплачиваю не только, не просто человека, а я оплачиваю те ресурсы, которые мне дают для того, чтобы мне помочь, чтобы я дошла до своей цели. Этих ресурсов, ну, неоткуда. Или он будет сам какие-то лопатить кучу информации, которую мы с вами пролопатили, и мы с вами библиотеки целые. Вот кто здесь есть? Мы целые библиотеки, у нас там такой багаж, и мы можем всем этим помогать. То есть человек, ни один человек этого не будет делать. Ну, вот поэтому коучей не так много. Кажется, что много, и многие себя называют коучей, но на самом деле такие коучи, коучи – это единицы, потому что мы постоянно развиваемся. У нас есть эти инструменты, чтобы дать человеку. То есть он пришел, он говорит, я не могу, вот у меня клиент там меня набирает, у меня собрание завтра, я хочу попросить должность в университете. Я не готова, у меня поджилки трясутся, и вообще я не знаю, что делать. Мне скандал им закатить, потому что не дают никакую информацию. Или мы с ней поработали, она спокойно пошла на свою встречу. Еще результата пока нет, но тем не менее она знала, что ей не надо закатывать скандал. То есть мы с ней, она ко мне приходит, потому что она понимает, что вот у нее такая ситуация, ей нужна помощь, ей некому, а у нее есть коуч. И она с удовольствием ко мне приходит, и с удовольствием мне за это платит, потому что я просто с ней поговорили, поработали, ей дала техники, и она пошла на свое собрание с высоко поднятой головой, с верой, что я могу. Вот это работа коуча. Хорошо, дорогие, мы с вами заканчиваем. Я вас благодарю за хорошую работу. Ларисочка, есть какой-то вопрос? Наташ, мы когда с тобой разговаривали, я спрашивала о том, как выйти на международные рынки. И ты себе приметила. Да, 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 вот хороший вопрос, отвечу. Смотри, на международные рынки мы берем друзей наших друзей, мы спрашиваем, у кого из наших друзей есть друзья-иностранцы, которым можно предложить наш коуч. То есть я захожу через друзей. Опять же, у нас, например, если мы работаем с переводчиком, я вам советую войти в группы, в группы в Фейсбуке, вот предпринимателей, группы. Вот меня из ООН нашла женщина, которая со мной училась на курсе. То есть мы разговариваем на разных языках. Она там в Женеве, она на восьми языках. Вот, и она меня нашла, потому что я коуч, который тоже разговаривает на многих языках. Но, во всяком случае, ко мне зашли люди, ко мне вот зашли сейчас несколько американцев из группы, которая организовала этот курс. То есть мы там предлагаем, и там ты становишься активной, ты пишешь даже через Google-переводчик. Люди вот, ну, очень-очень они доброжелательные в этом смысле. У нас были задания, я очень активная была в этой группе, вот на этом курсе. То есть я решила, что я создам себе такую хорошую славу в этой группе. Я стала, нам надо было записать 60-минутное видео, 60-секундное видео. Я его записала на русском языке, я его туда поставила. Говорю, сори, что оно на русском, ну, вот я лучше на русском. Я его поставила. Я потом написала про медитацию, там, просто с переводчиком. То есть я, и ко мне оттуда зашло куча людей. И сейчас меня уже спрашивают, могу ли я с ними проработать. Вот тут некоторые вопросы. То есть вот так мы выходим. Мы выходим, мы подписываемся на группы по нашим интересам. Мы спрашиваем, если у нас есть друзья за границей, может быть, у них есть друзья, которые… То есть мы ищем от ближнего круга, это очень, ну, как вода, да? Сначала мы пробиваем весь наш, прописываем, как в многоуровневом маркетинге. Мы прописываем наш ближний круг, и потом начинаем расширять наши круги, и мы выходим. В социальные сети потрясающая штука совершенно. Вот я тебе вчера кинула аккаунт. Подписывайся, там комментируй, да? Просто через Google провела свой, вот с русского на английский. Комментируй, к тебе будут люди заходить. У меня, ну, ко мне зашло с этого общения, вот этой группе, ко мне зашло куча людей. Куча, и все просят, вчера один тоже ко мне, а вот по медитации расскажи мне по медитации. Я такая, господи, как с ним по-английски? А он такой… Мне записал видео, я говорю, как я ему медитацию буду по-английски? И я как бы отказалась, да? Но тем не менее, вот, ну, люди ко мне стали просто валить. У меня, у меня… Я эту женщину нашла из ООН, я ее нашла в спамовой папке. Я говорю, господи, что ж у меня тут столько сообщений? А я не открывала, они у меня с прошлой недели, как мне начали все писать с этого курса, с этой группы. И я говорю, пух, и столько, и столько я начала им отвечать, и столько они хотят узнать. Они меня хотели, кстати, вот по этому нашему вебинару уже хотят клиенты. Я не представляю, как я на английском, мне надо дочку подключать. Ну, ты тоже дочку можешь. Ты можешь какой-то проводить вебинар и подключать дочку в качестве переводчика. А что делать, да? Если хотим, ну, надо к этому приложить усилия. То есть я думаю, что я проведу подобный вебинар, но я приглашу свою дочку, заплачу своей дочке, пусть она мне переводит. Потому что я, конечно, по-английски так и не проведу, так бодренько, по-русски. Да, я там выкать-мыкать не хочу. Но тем не менее, ко мне зашли люди, которые хотят, потому что я писала в этих группах. Вот группы – суперхорошая вещь. Я им пишу посты, и я ставлю свою фотографию, вот твоя красивая фотография. Тот же твой пост, просто начни их вставлять, твои посты, переведенные гуглом, вот в этих группах. Люди к тебе начнут заходить, ко мне заходят и пишут, и пишут. Я потом, я вчера говорю, вот, когда легко, когда тебе пишут послание текстовое, ты его копируешь, проводишь через переводчик, а когда тебе звуковое, вот у меня вчера этот по медитации, он прям так хотел, так хотел со мной медитировать, но он… И я говорю, господи, и не переслать, и причем их почему-то не переслать. Я думала, дочке переслать, чтобы она послушала, и мне перевела, что он просит. А его как-то не переслать. Но вместо этого я ему сказала, ты извини, я не могу тебе помочь. А хотя он американец, и в Америке вот это такие цены на коучинг, то есть я могу с него за сессию взять 250 долларов легко, но я не стала с ним работать, потому что я понимаю, что я с ним не смогу, потому что не смогу я. Не так, я бегла, и медитация – это не вопрос, ну, это не тема, в которой можно работать с переводчиком. А бизнес, да, а бизнесовые какие-то штуки, бизнесовые, там, коучинг, коучинг коллективов и так далее, то твоя сильная сфера, да, коучинг-роводитель – это то, что ты можешь работать смело с переводчиком. У нас был на курсе, у нас был один парень, он турок, и он, ну, так плохо, он без переводчика работает, но очень плохо разговаривал по-английски, его было трудно очень понимать, но мне было легче, потому что я тоже не очень хорошо, поэтому я как бы его понимала, а там люди спрашивают, переспрашивают, что он сказал там. Ну, он на международном уровне, какой-то там компьютерный гений, короче, по воронкам, и он как бы работает, замечательно работает. Поэтому я думаю, что вот, ну, вот у меня работает это, то есть я к группам, я присоединилась к группе там, миллионер, я ищу, я ищу по-английски, миллионеры, и раз я туда записала, к миллионерам, потом к каким-то там этим коучам, то есть все, какие группы есть, я туда записываюсь, и я там просто размещаю свои посты, я ставлю свои хорошие фотографии, я пишу свой пост, который я написала в Инстаграме, я его прогнала через Google-переводчик, и я туда раз, и ко мне оттуда заходят очень-очень многие. Так что вот так. Не знаю, ответила. Ларис, а ты хочешь, чтобы эти люди были именно иностранцы, или чтобы они были русские, живущие за границей? Русскоязычное население, живущие за границей. У меня есть один хороший знакомый, и он у меня был в коучинге, и сейчас мы с ним тоже общаемся, я ему иногда помогаю. Он 20 лет прожил в Америке, но вернулся в Россию, там всего разных обстоятельств. У него знакомый тоже работает в Америке, русский, и уехал туда, коуч, да, и он берет 200, 300, 500 долларов за сессию. Хороший очень коуч, он работает с русскоязычным населением. Ты знаешь, что ты можешь попробовать? Вот если ты будешь просто набирать, например, русские... В Америке, русская Америка. Или там в Париже, в Лондоне, набирай вот так вот. Обычно русские кучкуются, у них есть вот по этим хэштегам, ты можешь найти там, или там, допустим, русская диаспора, вот так забивай, или там... Русские предприниматели в Америке. Русское сообщество. Не надо, потому что я в такой группе, и тут, ну, тут мамочки, там, знаешь, кому делать нечего. А вот тебе надо именно русское предпринимательство в Америке, русский коучинг в Америке, то есть вот что-то такое. Я пробовала, я пробовала, пока не нашла. Я тебе поищу и выведу, но я тебе советую заходить также вот в такие... В таких группах много русских. На меня вышли русские, вот у меня женщина Диана в подписчицах, она в Америке живёт, и она на меня вышла вот из одной такой группы. То есть она меня увидела, я там постоянно... Sorry for my English, и потом пишу там пост, да, или что-нибудь там, ну, там что-нибудь такое пишу. И она мне, о, ты русская, где ты живёшь? И, короче, мы с ней связались. Я ей говорю, вот переходи там в Инстаграм ко мне, давай мы друг на друга подпишемся. То есть я с ней уже общаюсь. Она на меня вышла из английской группы. Поэтому, ну, их там тоже много, их много, которые говорят. Потом, вот пробей по знакомым, возьми вот ту же Свету, например, нашу, да, из клуба. Кто у тебя? Свет, слушай, вот у тебя есть там русские предприниматели знакомые? Вот эту твою подругу, друга. Подскажи мне предпринимателей, с которыми я могу связаться, которым бы я, может быть, могла помочь моим продуктам. То есть у меня есть такой продукт, я его хочу предложить. То есть вот друзья тоже очень хорошо работают. Хорошо? Не убедила я тебя. По лицу не убедила. Почему? Не убедила я просто сейчас. Я тебе потом поищу со своей стороны, как и обещала, поищу тебе и найду тебе несколько групп, куда ты можешь зайти и где-то. Я выходила по хэштегам русскоязычные, там в этом я выходила и заходила там, я в Инстаграме выходила, заходила в некоторые группы, но все, что я там видела, это мамочки, курочки с детьми и вот, понимаешь, вот все такое, это не моя целевая аудитория. Поэтому я говорю, там тебе ноты в русский, в Париже просто не очень тебе подходят целевая, потому что у нас есть, например, группа «Русская Кастилья», вот здесь, где я нахожусь, да, и это мамочки, это мамочки, но женщины, которые дома себя в этом нет. Ну да, в основном, да, женщины, которые дома и обсуждаются все другие вопросы. Русский бизнес, вот начать русский бизнес там в, и пусть оно у тебя в, и везде, где оно есть, то есть русский бизнес, потом, я не знаю, там многоуровневый там какой-нибудь маркетинг в Штатах, то есть, ну вот такие, то есть по-русски забивать там многоуровневый маркетинг в Америке или так бизнес в Америке, то есть по-русски это забивать. И тогда у тебя будет выходить группа, у тебя Google выдает кучу там всякого, и у тебя выдает он уже как бы людей, которые этим занимаются. Поэтому, ну я искала, я говорю, я, вот мой способ продвижения, я то, что делаю, я захожу в группы, я останавливаюсь, я пишу запрос на добавление в группу, везде, где написано «миллионер, коучинг», бла-бла-бла-бла-бла-бла, я пишу запрос, меня принимают, и я начинаю там с памяти, я начинаю там какие-то свои, ну такие не очень навязчивые посты, ну, и потом мне люди пишут уже в Директ, то есть в Фейсбуке это очень здорово работает. А в Инстаграме ты так не делала? А в Инстаграме нет групп. Вот новость-то. В Инстаграме же нету групп. Есть хэштеги, а групп нет. Поэтому как бы в Фейсбуке есть группы, то есть группы по интересам, и это особенная такая штука Фейсбука. И многие вот курсы, у меня курс проходил на базе группы. То есть это закрытая группа, создается в Фейсбуке и проводится курс на этой базе. То есть там прямые эфиры и все такое. И многие делают именно в Фейсбуке на базе групп. Поэтому это очень удобно. У меня у самой Фейсбуке там несколько групп, я, конечно, их совсем почти никак не веду, но тем не менее они у меня есть. Ну вот я участвую в профессиональных группах, я подписана, но у меня может быть штук, наверное, 50-60. Я тот же самый пост, я его просто поделиться, 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 ты же знаешь, Лариса, как там делиться. Там поделиться и написать, поделиться в группе. И я его раз и кинула, и по группам пораскидала по всем. И он у меня собирает. То есть ко мне пишут люди. Ко мне пишут, ну и мы со свадьбой. Ну, я говорю, вот буквально вчерашний пример, что вот женщина из ООН, она меня выцепила в группу. Поэтому работает. Хорошо. Не хотите вы расходиться, расставаться? Я вас вижу, вы такие все задумчивые. Наши, все, кто хотел уйти, уже ушел. Рафаэль слушает, не видно. Хорошо. Нет, ушел. А? Ушел, ему надо было на занятия. А, нет, ну он пока, он не вышел. Нет, он в чатике-то написал, что... Да? Ну ясно. Но он висит, у меня он висит еще пока в слушателе. Он сказал, мне нужно не бежать, да. Дорогие. Ладно, давайте еще оканчивать. Мне надо везти свою собаку к врачу. Она у меня с поносом. Три дня я не спала. И я выбрала... Подождите, я сейчас... Харби, в рабор часы, в пинер-глабасе. Верти. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.